И у нас тоже началась. На ютубе пока нет, да. Можно мне демонстрацию экрана? Да, 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 да. Всё, всем привет. Меньше пяти минут у нас осталось, да. А, вот сейчас один вопрос ещё уточню. Здравствуйте, Константин. А что, сегодня мы без гостей будем? Сегодня задержка, да, говорят, ожидается? Сегодня нет, да? А я насчёт гостей, вот, пытался созвониться с Татьяной Анатольевной, видимо, поздно. Алё. Я говорю, я говорю, пытался созвониться с Татьяной Анатольевной, но как-то не могу дозвониться. То есть... А, уже внизу, да. Ну, понял, да. Понял. Ну, тогда, если что, тоже пусть присоединяется у нас к звонку. Так-то я её вызываю. И так же там без звука просто пусть подключается. И если что, значит, мы тогда тоже сегодня гостей ждём. Ну, да, может быть и... Ну, может и так, да, ладно. До свидания. Так, мои извинения. Значит, я пытался выяснить на тему, будут ли у нас сегодня гости. Ну... Да, это важный вопрос. И что говорят? Мы будем надеяться, что они будут, но вероятность невысока, потому что с каждым туром всё выше напряжение. Всё меньше хочется участникам делиться своими эмоциями. Вот. Не знаю. Я, наоборот, всегда за то, чтобы пообщаться. Даже когда играю. Но не когда я сижу дома и жду гостей. Может, кстати, да. И жду гостей. Давай попробуем пробежаться. Вот у нас партия Гаганов-Фральянов. По партиям. Кто? Как? Твой прогноз. А, да. Да, давайте огласим весь список, что у нас сегодня на первом столе. Три человека имеют три очка в мужском турнире. 100% результат. На первом столе встречаются Гаганов-Фральянов. Посмотрим, сработает ли сегодня проклятие первого стола. Хотя здесь уже фаворит такой. Условные рейтинги примерно одинаковые. Да, и всё это... Всё это лишь на бумаге. На втором столе, имеющий также три очка, Рамиль Файз-Рахманов играет против Александра Рахманова. Дальше по два с половиной очка Федосеев-Ульюшонок, Афанасьев-Фанкратов, Покарев-Лобанов, Придорожный-Ханин и Габриэлян-Чигаев. Это те партии, которые мы сегодня с вами увидим. Да, по два с половиной очка. Народ расположился аж до двенадцатого столика. Теперь познакомимся с женщинами. Да, в однорук бивал. Женщин. Да, сегодня будет битва. Битва за... За лидерство. Единоличное. Не знаю, может быть результативно закончится партия. Я думаю, шансы велики. Ну, конечно. Анастасия очень боевая. И Алина как бы тоже не замечена в любви к отдыху. В уклонении от борьбы, да. Ну, а дальше также. С активом два с половиной очка. У нас несколько партий. Гусева, Семенова, Мальцевская, Гарифулина, Смирнова, Кованова, Нура Мухаммедова, Гольцева. Это также то, что есть в трансляции. Не все. Не все лидеры попадают. Потому что здесь досок всего пять. Ну, у нас на первом эфире хотели посмотреть, как играет Гольцева. Да, вот, пожалуйста. Мы не сразу, но выполнили ваши пожелания. Да, здесь многое, конечно, от самих участников зависит. Можем ли мы про них что-то рассказать и показать или нет. А то сколько-то играть будут. Е4. То есть, как все неплохие гроссмейстеры, Алексей Гаганов подает с двух рук. И основной репертуарный ход у него все-таки Д4. Ход Е4 говорит о том, что он настроен очень решительно. Просто очень решительно. Соцелянка, тут скучно не будет. Да, что за беда у нас со временем? Видимо, сейчас все пройдет в норму, да? Да, вот оно появилось. Все на месте, да? Да, там в некоторых местах горит, красным и нули. Ага, Рассалима. Рассалима. Ж6 сыграл Фральянов. Не иначе, как под влиянием Карлсона. У меня есть пара побед над Дмитрием. Ну, давних-давних. Еще начало нулевых. Где он играл со мной Е6. И в обеих партиях мне удалось одолеть. Вот. Ну, сейчас перешел на Ж6. Так, давайте. Кто еще у нас? В принципе... Ну, пока что, пока что, да? Ничего особо интересного там. В ближайшие минут 10, наверное, происходить не будет. БЦ. Тоже такое рискованное взятие. Карлсон чаще играет ДЦ в этой позиции. БЦ тоже играл. У черных появились достаточно серьезные плюсы. В виде, скажем, линии Б. Ну, ладья Б8 играть, конечно, не надо. А может и надо. Плюс еще на одну пешку больше в центре встало. У черных. Но с другой стороны, этот центр... Вот так вот сразу. Этот центр не так прост. Вперед он не движется пока что. Сейчас, сейчас, подождите. Подождите, не шуршите. Что у нас случилось? Она... О, опять. Сеня из Франции, да. Нам на шоколадку, чай, кофе немножко евро подкинул. Спасибо огромное, Сеня. Отлично. Спасибо, да. Что он написал. С голода не помрем. Да. И ничего не написал. То есть до этого писал бонжур из Франции. А сейчас... Ну, как бы... Пришел не церемониться, не старался. Ну, мы как бы знаем, знаем. На что это нам... Спасибо. Да. О, да, кстати, один из самых острых вариантов, разыгран в системе Рассалима. Одна из главных линий здесь, Д4. Размен. Черные играют Д5. Е5, Ф6. И у белок есть возможность вот так вот пожертвовать пешку Е6. Удержать ее не получится. Но пока... Ну, чтобы отнять ее черным, надо... Вот смотрите, Ферз Д6 пешку же не отнимает. Чтобы отнять ее, надо ставить пешку на Ф5, ослабляя все поля. И тогда белая лошадь отправляется на Ц5, а то и слон на А3. О. Аш3. Аш3, мне кажется, ход менее точный. Потому что это потеря времени. Я, кстати, играл Аш3 в 2014 году против своего друга Сергея Викторовича Вукарева. И играл на победу. Я был уверен, что я ничего не перепутал. Я перед партией все повторял. Хотел пожертвовать пешку. Но у меня не получилось. И то, что удалось сделать ничью, как бы... Было неплохим результатом. Возможно, у Алексея здесь что-то припасено. Не спроста же он Е4 вышел вместо более солидных таких продолжений, как Д4, С4, Конь, Ф3. Да, Е4 вообще не солидный. Согласно. Ну, правда, рассолима, да, такая позиционная игра более. Так, что, давайте... У кого еще у нас тут в дебюте хоть что-то понятно? Хоть что-то? В некоторых партиях настолько непонятно, что первый ход даже черные не сделали ответ. Ну, давайте. Кокарев-Лобанов. Значит, английское начало. Ходом Д3. Здравствуйте, Валерий Михайлович. Белые показывают, что они хотят играть в соцелянку с лишним темпом. И, в общем-то, Сергей не возражает. Он дал шаг. Вот, разменялись. Ну, на доске тот же самый московский, антимосковский вариант. То есть, на мой взгляд, размен этих слонов, ну, для белых выгоден. То есть, слон С1 достаточно пассивен, может оказаться в соцелянке. А так его нет. Сейчас проще всего где-то Конь С3, потом Ж3, слон Ж2. Ну, как вот в закрытом варианте. У белых чуть-чуть поприятнее, на мой взгляд. Хотя, конечно, дебют еще. Еще дебют. Да, ну, сразу же 3 пошел. Тоже нормально. Е4 мы не опасаемся. Да, вот такой вот размен пешек Д и Е, он на руку белым. Потому что пешка Е5, она все-таки, ну, как вам сказать. В общем, если она... Хорошая, важная пешка. Да, если она меняется на пешку Д3, у белых сразу больше пешек в центре. То есть, пешка С4 против пешки Д6 образуется. Так в центре примерное равновесие. То есть, белым тоже надо как-то Слон Ж2, Конь С3 самим в хорошей редакции подготовить Д4. И если удастся разменять, то Слон на Ж2 будет работать по отличной диагонали. Ну, и поле Д5 для лошади. А если его прикрыть полем, ну, кодом С6, то пешка Д6 будет слабенькая. То есть, здесь, по-моему, без особого риска играет Дмитрий Николаевич Кокарев. То есть, чуть-чуть поприятнее и спокойная позиция. Да, вот я придумала, чему я буду радоваться. Чему? Да, это мы с этого начали. Что вы радуетесь, когда видите караканы, я буду радоваться, когда вижу французскую. Французскую, да. А у нас есть... Я ее вижу, причем, да, их целых две штуки, и я уже в предвкушении. Павел Андреевич Панкратов, Слон Б4. А, вот вчера, кстати, Смирнова французскую играла против Гарипулиной. Да, да, да. Не устояла. Маленькие радости каждый день. Да, и даже могла выиграть. А сегодня Павел Андреевич Панкратов против Никиты Афанасьева. Вариант Винавера. Павел Андреевич тут съел собаку. Он обыгрывал и Игоря Курносова на моих глазах в этих вариантах. И других сильных шахматистов. Вот, то есть... Но последнее, что мы помним. Последние известные партии вариантом Винавера французской защиты. Конечно, это партии турнира претендентов. Партии Яна Непомнящего. Ян Непомнящий чуть было не проиграл Кириллу Алексеенко. И не устоял против Максима Вашьелла Графа. Да, и после этого еще на турнирах Магмуса. Не раз он применял этот вариант. Этот дебют. Чем, конечно, несколько удивил шахматную общественность. Да. Хотя, да, говорили, что вроде как в французскую он играл. И играл достаточно давно. И успешно. Но почему-то никто не ожидал, что именно этот дебют будет подготовлен к турниру претендентов. Вот на моих глазах. Не помню, в 2001 или 2002 году против Придорожного в последнем туре. Ну, правда, Алексей Владимирович переиграл совсем молодого тогда Яна. Так, еще... Кстати, вот интересно, изменится ли дебютная стратегия претендентов в преддверии второго круга? А вот, кстати, и об Алексею Придорожном. Шотландская партия. Но в этой позиции у белых масса ходов. Можно пойти конь бьет Д4. Это основное продолжение. А у нас, видимо, что-то зависло, потому что время-то у черных идет. Можно пойти С3. А, ну что-то зависло, значит. Ну, скорее всего, Алексей взял на Д4. Точку съел. Я думаю, что да, взевать ее он не стал. Ну, потом про это расскажем. Да, заметил, что съел. А вот интереснее, все-таки вот пошла теория. На Аш-3 сильный ход Ф5. По-моему, Сергей Викторович со мной иначе играл. Ну, ладно, Ф5. Черные пытаются давить на пешку Е5. И поэтому жертвуют вот так пешку С6. Да, все происходит очень быстро, видимо, обоим соперникам позиция. Слушай, это теория, видимо, да? Вот по каким-то причинам известно, да. Висит на Ф3 и потом на Е5. И черные сейчас немножко опережают в развитии. То есть белым надо что-то, ну, что-то такое, очень аккуратное сделать. То есть понятно, что если белые сейчас закончат развитие, сохранят лишнюю пешку, ну, они легко выиграют. Здравствуйте, мега-зайка. А как-то Е6 ходить тут. А, кстати, там уже дальше были ходы. Коня 3, Ф5. Коня 3, Ф5, да. Напали на Ц5. То есть белые готовы. Напали на Е1 еще на всякий случай. Да, слон бьет Ф3, грозит вообще не по-детски, да? На Ц5, на Ф3, на Е5. А белые вот так вот на Е5 отдают. То есть на что рассчитывают белые? Что пешки... Но белых пока она лишняя. Да, черные ее отыграют, но пешки Д7, Е7, они окажутся под прицелом белых пушек. Так, висячие пешки в центре, которые с места даже не сдвинулись. И удержать преимущество двух слонов черные не могут, потому что конь бьет Е5 здесь, очевидно, слабо. Там конь С4, и как-то, ну, белые выигрывают качество, да? Ну, как минимум. Ну, там даже можно было слону на Х6 сразу ходить. А наверняка, да. Или, вот, тоже, да, интерес, слону на Х6. Ну, там на Б2 висит. Ну, может, и слон А6 сразу могло, да. А, ну, на Б2 уже конь С4. А можно было конь С4, потом слон А6, и там на Е7 висит, да. То есть можно было не брать. Поэтому черным, чтобы отыграть пешку, надо бить на Ф3. Теперь слону снова бить нехорошо. Там конь С4, конь бьет Е5. У черных несколько ослаблен король, черные поля ослаблены. Ну, и вот после... Пойдем бить Ферзь Д5, Ферзь Д5 надо считаться. Ну, Е6, Е6. А, он, да, защищен, господи. Да, конь защищен. Ну, вот эта позиция, видимо... Ферзь Е2. Видимо, у них возникнет. Ферзь Е2, да. Хотим пойти слон Д4, взять на Е7, может быть, где-то, да? Вот, на Ж7. Ну, так, внешне из-за... Хотя, может, тут Ф4, Ф3, нет. Ферзь Е4, да. Конь висит. Ну, да, внешне у белых, если черные вот так отыгрывают пешку, позиция вполне симпатична. Да, вот почему я удивился, что Гаганов-то сыграл Е4. Последнюю партию мы с ним играли на Мемориале Зудова. Я играл черными, он вышел в Д4, в каталон. И я там забыл теорию, и поэтому уверенно отбился. То есть, он заготовил в теоретическом варианте усиление. После партии он мне рассказал об этом, что там есть возможность вот в главной линии подавить. А выяснилось, что я забыл теорию и сыграл сильней просто. Ну, так иногда бывает. Иногда теорию забываешь и быстро влетаешь. А иногда полезно это делать. Да, у меня вот одна подруга шахматистка очень любит тех соперниц и соперников, которые хорошо знают теорию. Вот, потому что, когда они знают ее плохо и забывают где-то на полпути, творится что-то невообразимое. Ферзь Б4, да, как-то лидеры играют неимоверно быстро, никто не стал бить коня. А если сейчас белая, допустим, Ферзь Д4 сыграют, напал на Ферзя, защитил на Е5, в случае размена просто здоровенная лишняя пешка. Вот. То есть, опять не работает у нас ВКонтакте. Вот. Ну, как не такая уж здоровенная? Ну, допустим, взяли на F3 GF, потом F4 хожу. Вот. То есть, вполне здоровенная. Так, мне новую кружку принесли, отлично. Вполне здоровенная. Вот, поэтому, скорее всего, на Ферзь Д4 надо играть, может быть, А5. Кстати, пограживает Д6, наверное, да? В общем, есть у меня подозрение, что скоро они начнут думать. То есть, пока что позиция вот такая. Или вспоминать. Здравствуйте, Александр. Да, то есть, где-то они должны погрузиться в раздумья. Вообще, белая даже же на Д7 могут взять. На Е7 напасть. То есть, тут пока что начинают разбегаться глаза. Ну, я бы, скорее всего, Ферзь Д4 сыграл поплотнее. Ну, теорию не знаю. Так. Поэтому, может, сыграть сильнее. Файзер Ахманов. Рахманов. Ага. Да. Белыми. Очень, очень... То есть, я не заметил, что совпадают так фамилии. Очень похожие фамилии, да. А6. А6 такая идея, которую рекомендовал... В общем, вот эти позиции получать Морозевич в быстро и в блиц. Я помню, что в этой позиции минут на 30 уснул. Вот у меня в ВКонтакте на Аватаре как раз позиция, где я... Вот фотка, где я в этой позиции после хода Д5 размышляю. Вот, на полчаса где-то уснул. И полная фотка она с моим противником. Видно, что он сидит и не знает, чем заняться просто. Я тоже помню, что первый раз когда со мной пошли А6. И очень удивилась. Ну, пешка-то висит. Не поняла. Да, Е3 не пойдешь. Взяли Б5. И отличная редакция принятого ферзевого. Да, но я играю разминку, поэтому я поменялась. Да, ну, ЦД, ЕД. Основная линия. Слон Е6. Да, новые вот эти веяния. Я так черными играл против Рязанцева на мемориале Курносова пару лет назад. Кстати, в какой-то момент стоял совершенно подавляющее и переставил ходы. То есть, вместо выигрыша получился перевертыш. Ну, в целом, выглядит, что у белых такой комфортный дармовой заезд. Можно... Вот как вчера, допустим, у Бивал было. То есть, все помнят, что вчера... Или, погоди, вчера белыми она ими. Нет, нет, это было позавчера. Позавчера, да. О, это вообще... Подождите. Вообще это было в первом туре. Вот так. В первом туре Алина Бивал получила структуру Карлсбада. И вообще не торопясь, так плавно, не спеша, нагнетала, нагнетала и выиграла. Вот, и эти позиции, ну, они очень похожи на ту, что получила Алина. Черные должны как-то пытаться мат дать на королевском фланге. Без матовых атак черным плохо. А белые должны как-то Б4 провести А4-Б5 и отнимать слабые пешки, которые получатся. Да, но где-то здесь на Б4 можно получить вообще Б5 и конь через Б6 прискачет на С4. А там его съедят и слон Е6 будет упираться в... Ну, слон в этих позициях он всегда не красавец. Ну да. Тут ничего не поделать. То есть... Такова его судьба. С виду у белых прилично лучше. Ну, так как прилично. То есть стойкое плюс равно. Ну, как-то я помню в 2007 году, совершенно не выспавшийся, я сыграл такой же Карлсбад против Павла Трегубова. И что-то не продержался и 25 ходов. То есть надо хорошо выспавшимся играть такие позиции. Но меня в сон начал оклонить, и я там где-то очень быстро попал под матовую атаку. Ведь оппозиция довольно скучная, да? Ну, вот если перекрасить фигурки, то есть черные сделать белыми, а белые черными, то на доске у нас разменный вариант защиты Каракан. То есть совершенно бесплатное давление считается. Так. Давайте придорожный Ханин. Да, мы угадали. Не зевнул Алексей Владимирович Пешков. И ферзь Е2. Основной ход Е5. Ферзь Е2 это, я так понимаю, белые против Д5 борются. То есть хотят съесть ЕД шаг, потом ДЦ и играть с двумя лишними пешками. А после Д6 Конь С3 уже слон не выходит на Б4. То есть еще один, хоть и небольшой плюсик. Получили белые. Ну, теперь давайте посмотрим на пешку С6. С одной стороны она сдвоенная, с другой стороны важное поле Д5 контролирует, да? Да. Контролирует. Ну, думаю, что просто очень сложная и интересная позиция. Раз Алексей на нее пошел, значит здесь есть какие-то тонкости, да, которые мы попытаемся сегодня с вами узнать. Да, вот спокойная борьба у Дмитрия Кокарева. Железо мне уже нарисовало, что это равенство. Мне кажется, что здесь у белых по-прежнему поприятнее. Мне все-таки лишний темп в известной теоретической позиции. Да, пойдем дальше. Не все французские еще? В любимой французской... Ой-ой-ой-ой-ой. Да, так это любимый вариант. В этом варианте мне удалось обыграть Екатерину Корбут. Сейчас про нее многие забыли. То есть она после этого поражения быстро стала судоплатовой и перестала играть в шахматы. На одном из аэрофлот опенов Ф6, ферзь С7 и Ф6, очень рискованный вариант. У Павла Андреевича в этом варианте фантастические результаты. Слон Б5, король Ф8, ну, закрываться ничем нельзя после слона Б5. На слон Б7, там, на Е6. Конь С6 закрыться можно, но там А4. И вот этот разноцвет, он в пользу белых. Там слон на Д6 прокрадывается. Вот поэтому король Ф8 выглядит вполне разумным. По-моему, здесь в теории что-то типа А4, С4, слон А3, конь Е7, слон Е8. Какая-то вот такого типа ерунда должна твориться. А вот ход Конь Ф3, Конь Ф3, хоть он и логичный, и развивающий, но черные теперь забирают пешки. То есть вот забрали две пешки. Одну на Ц5 они готовы вернуть, то есть на ладья Ц1, Ферзь Ж6, но поменять Ферзей. И пытаться реализовать просто лишнюю пешку. То, что король не рокирован, но на Ф7 он будет расположен вполне нормально. То есть как-то Павел Андреевич просто взял и забрал на данный момент две пешки. Да, но вчера ситуация была аналогичной. В какой-то момент у него тоже было две личные пешки на доске. Да. Вот Павел Андреевич, какой пешкоед. Ну, как-то интересно, тебе с процентами разыгрывают. Вчера ему чуть-чуть не хватило до победы. Ну, я понятно за него болею. То есть я знаю, что Афанасьев молодой, сильный шахматист, но я с ним просто ни разу не пересекался. И поэтому, ну, то есть как бы вживую-то видел. Ну, в прошлом году в Екатеринбурге на этом Блиц-турнире Рожковского-Фраткина Евразия Open. Но партию мы с ним так и не сыграли и, в общем-то, и не общались. А с Павлом Андреевичем мы знакомы давно, да, даже... Только не живут, да? Нет, нет, ну, как бы многие, многие наверняка не живут, да. В общем, давно. И, конечно, я болею за него. Да, даже пока не стали отнимать пешку, бежали королем. Так. Федосеев и Ильюшонок. Тоже очень интересная партия. Оба молодые, такие интересные, инициативные шахматисты. Илья Ильюшонок, это у нас житель Севера, да, то есть сейчас, наверное, в Москве. Я давно не следую. Да, но вообще из Лангипаса. Да. Земляк Ольги Гири. Да, земляк Ольги Гири. С ним я тоже первую партию в 2006 году сыграл. И, ну, тогда мне удалось его обыграть. Он был молодой и недостаточно еще опытный. А в 2018 году я получил большой перевес на чемпионат, ну, на первенстве Урала среди мужчин. И, ну, как бы он уверенно отбился, то есть... Ну, а Владимиру Федосееву его представлять, наверное, не надо. Я уже говорил, что все партии, которые я с ним играл, я ему проиграл. Поэтому я болею, в общем, по этим причинам, по этому ряду причин, я болею за Илью. А я за Володю, да. Тем более, ну, смотрите, как интересно. На F4, G4, шашки на голо и поскакали. По тем же причинам, да, что Володя меня регулярно обыгрывает? Нет, нет, поверьте, могут найдись другие причины, кроме результатов партии с вами. Просто очень интересный шахматист. Ну, я не спорю, да. Нравится стиль. F4. То есть, основным ходом, конечно, считается слон G5. Да что, что я 5 не даешь? Вот мы проверяли сегодня, можно ли передвигать фигурки, и они передвигались, не поверишь. Ага, я бы думала, почему мы не на час 24? Да, так потому что мы осуществили проверку, технический директор. Вот сейчас вы ее видите. Ну, вот белых, за белых попробуй сыграть слон G5. Подожди, сейчас. Ну, я хочу сделать ход белых, вот в этой, вот Лена, ну не тупи, вот у нас середина партии. Я хочу вместо хода F4, который был сделан, сделать ход слон G5, и вот не получается. Так, может в настройках где-то? Давайте поиграем с настройками, сейчас самое время. Нет, видимо, в онлайне не позволяет, а через Часбэс нельзя выйти? Нет. Ну ладно, тогда мы не будем ничего пока делать, в общем, какие-то варианты линии вперед мы двигать будем, да. Да, за Игоря и Павла болеем. Да, вот Евгений Красильников нас смотрит, привет, Степан Лисов, привет, это уже из Петербурга. А Евгений как раз из Челябинска. Павел Коренной Челябинец, Игорь сейчас тоже представляет Федерацию Шахматов. Да, сменил Шахматную прописку. Челябинскую Федерацию Шахматов. Да. Так, а у нас, кстати, а что мы про Игоря и Павла говорим, когда у нас другие люди играют? Итак, основной ход здесь слон G5. Встречались ходы слон Е3 очень часто. G3, наверное, есть, да? G3 вчера Елена Геннадьевна Томилова сыграла против Насти Боднарух безуспешно. H3 популярный тоже достаточно ход. Вчера тоже кто-то играл. Да, вчера в нем говорили. Шутки шутками. А, нет, Полина Шевалова вчера ходила H3. Да, 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 против и проиграла Гаганову. Шутки шутками, а Карлсон обыграл Гири странным ходом А3 в этой позиции. То есть один из наиболее странных ходов. Да. Ну, Магнус мог и первым ходом это сделать. Ну, Владимир пошел F4. Значит, намекая на то, что сейчас пойдет Е5 и Е6. Поэтому ответ черных выглядит логичным. Е5. Конь ушел на B3. Ну, не знаю, насколько необходимо было играть конь D7. Хотя ход тоже логичный. И все вперед. То есть не опасаясь, что где-то может прилететь ферзь на H4, нападая на короля. Запустил Владимир вперед пешки королевского фланга. А на H6 повел их дальше. G5. Шикарно. Слушайте, ну, вариантов два теперь. Или... Либо белые выигрывают, либо нет. Или белые нет. Не просто выиграют, а сейчас разнесут противника. Или если черные скоординируются, ну, а что там за король на Е1? А где у белых развитие? Ну, в 3-0 А сбегут. Что? Так в 3-0 А, это ж надо еще два хода сделать. Слона вывести и ферзя. Спеем. Спеем. Все под контролем. Я больше не уверен. Ну, давайте. Конь сейчас пойдет на H5. У меня сомнений нет. Он, да, вот, уже пошел. На F4 лезет. Ну, слон Е3, наверное. Или слон Е2. Я сейчас пойду. Ладно, слон Е3 давай. Ну, пойду есть пешку G5, например. Да что за... Пока могу. Нет, H4 не могу. На H4 конь G3. Если ладья G1, то после кони F4 на G5 все равно висит, а на H2 висит. Да, тогда пойду ферзь D2. Железо почему-то говорит, что вместо HG надо было ходить конь G8 и рисует равенство. Вот так вот. Вот вам и железо. Но мне кажется и здесь, если черные сейчас не проиграют, то, ну, как бы конь G3 грозит, кстати. Конь бьет F1 и ладья бьет H2. Вот еще минус хода слон. То есть, видимо, ферзь F3 пойдут белые. Нападут на F7. При случае слон C4. Или даже слон H3. Ну, а черные тоже где-то будут конем на F4 прыгать. Здесь нас ожидает очень интересная партия. То есть, вполне может оказаться, что какой-нибудь тут неимоверно быстрый разгром у щенят белая. Или ферзь G5 еще сильнее, да? Да, ферзь H5 тоже неплохо смотрится. Вот так нормально. Ну, то есть, вот ферзь F3 грозит слон C4. То есть, видимо, придется играть B5. Но это тоже ход далекий от развития, да? У белок конь на D5 лезет. Может быть, теперь слон Е3 с идеей конь D5. Может, вообще А4. То есть, по всему фронту, да? B4, конь D5. На пешку напали. Можно не конь D5, можно слон C4. Можно слон C4, да. На мат напали. Точно. Ферзь Е7, конь D5. Ферзь D8 снова съели. Напали на мат. Все, белок побеждает форсированный. Нет, нет. Ну, кстати, я уверен, что белые сыграют ферзь F3, потому что ход самый логичный. А вот что будут здесь делать черные непонятно? Ну, может, конь B6, поле D5 прикрыли. Слона на Е6 поставят. Тут мне подсказывают, что все это Володя знает. И поэтому сейчас он нам покажет. Ну, я-то болею за черных, как ты догадываешься. То есть, то, что я пока что... Да, здравствуйте, Алексей. То, что я пока что... Так, что ты придумала? Показал только те варианты, в которых очень быстро проигрывают черные. Ну, отнюдь не значит, что я против них болею. Наоборот, за. Вы поняли. А, список ты хочешь? Все, понял. То есть, там у нас список выглядит немножко нехорошо. И технический директор сейчас его выправит. Контро-УВ, да? Ага, то есть, разделили женщин и мужчин. Вот так. Как же, наоборот, сейчас все... Нет, как могли разделить? Вот, вон, Оскар отменили. Лучшую женскую роль отменили. Теперь Оскар. Как? Просто будет награда вручаться за лучшего аксера. Здравствуйте, Алексей Мухин. Тоже рады видеть. Да, всем здрасте. А вы тут умудрились разделить. Ай-яй-яй. Нельзя. Да. Супа дадут. Так, вернемся. Пока что нам не до женщин. Извините. Извините, да. Ферзь Д4 пошел. Смотрите, я угадываю ходы Алексея. Слон их 3, ЖФ. Но Дмитрий тоже, тоже как-то уверенно делает ходы. И здесь написано, что равенство у меня. И что в партии Свидлер-Дубов, Гамбург 2019, после ладья АД1, ладья ФЦ8, очень быстро согласились на ничью. Не понял? Угу. Я вижу лишнюю пешку у белых. Не знаю. А Д6, видимо, грозит. Ну да, да. Сразу сыграл конь С2 Гаганов. И на ладья ФЦ8 обошелся просто без ладья АД1. Ну не знаю, у белых лишняя пешка, и, как мне кажется, они играют... А Д6 здесь хода нет? Без риска. Д6 есть, но... Слушай, а если я ЕД вообще возьму? Там же у меня 100 пешек. Надо брать, надо брать. Брать, 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 брать. Там у меня все 150 пешек там не пройдут, случайно? Слон С3, да? Ну, могут, конечно. Слон С3. Какие? Д7. Там С6, С7. Куда ладья ходит? На Д8, на Ф8. Взял, взял. Ну, хотя тоже, да, маловато. Тут неожиданно без фигуры белые остались, да? Да, может быть, на Д6 не надо бить ЕД. Ну, интересно. Ну, интересно. Ну, попробовали нам. Вроде понравилось даже. На ладья Д1, ЕД. Это где? А, ЕД еще есть. Ну, ЕД как раз ладья бьет Д4, ДЦ ладья Д7. И белые рискуют или выиграть, или вечный шаг поставить. Ну, или, может быть, даже БЦ ладья Ц5. Ладья Е7. То есть, ну... Кстати... Б4 равно плюс нарисовала. Да, железо нарисовала равно плюс. Видимо, Д6 ход есть, да. Ура, товарищи. Александр Большаков спрашивает, не выбыла ли из турнира Жамбота. Думаю, что нет. То есть, вы не видите ее партии, потому что она выбыла из десятки сильнейших в турнире. То есть, здесь показывают первые пять пар у женщин. И первые семь пар мужчин. Так. Да, периодически человек выбывает из турнира, а потом обратно у него включается. Давайте все-таки женщин чуть-чуть посмотрим и начнем с французской защиты. Боднарух бивал. Тот же самый вариант Венавера, который у Павла Андреевича Панкратова. Ну, смотри, насколько... Насколько разные, да. Ж6. Я, причем, по-всякому играла. И рокировку делала, и король f8 ходила, и ферзь c7, и b6. Что только я не играла. Слушай, а здесь мат не получат черные? Вот как бы... Я вижу, слон g5, слон f6 и ферзь g7 мат. Ну, как-то странно 10-м ходом мат. А у меня еще одна идея есть. Конь f3, конь g5 и ферзь g7 мат. Ага. Да вы прямо фонтанируете сейчас матовыми идеями. Слушай, по-моему, уже конь g6 там играется вместо g6. Вот вы сказали, и кажется, что... Стало казаться, что да. Ну, что-то на ход g6-то... По-моему, конь g6, основная линия. Кстати, синим вам подкрасил, да. Все верно, значит. Конь g6, конь f3, c4. Слон бьет g6, fg. И ферзь g4. Белый там где-то h4, h5 взрывают. А черные накатывают на ферзьевом фланге. Но после g6 мне вообще не нравится ход. Ну, алина, видимо, забыла просто. Алина забыла. Мегазайка рассказала... Ой, нам столько рассказала мегазайка, а я прочитал поздно. Была партия с дингом, где вместо ферзь d4 прошли конь c2. Это по поводу партии гаганов-фральянов. И вместо ферзь a5 ладья c8 гельф онтыграл уже. Вот, то есть, далеко, далеко уже удалилась теория от моих познаний. Какая-то актуальная, причем совсем, теория. Так, давайте... Ну, вот g6 слабо, да? Согласен? Даша, согласна? Я... Ну, по виду, да. Все, Даша согласна, что g6 слабо. А мы посмотрим, как гусева-семенова. Кстати, мы, Роман Юрьевич, перебьем, мы забыли одну мужскую пару, Габриэлян-Чигаев. Ой-ой-ой, точно, точно. Ну, какую? Причем... Ой-ой-ой, причем Артур Габриэлян, такой, ну, очень неплохой гроссмейстер из Южного федерального округа. А Максим Чигаев просто живет в Тюмени. И, конечно, я болею за него. Наш сибиряк... Наш сибиряк. Не ваш, наш. Наш. И ваш тоже, да. Родом из Кемерово. Так, g3. То есть, вот такой редкий вариант. То есть, венская партия. Ну, и какая-то не самая главная линия. С ходом g3. Ну, по виду, у черных ноль проблем, но... Перевеса добиться непросто. Вот такие позиции в духе защиты Пирца-Уфимцева, да, с переменой цвета. И с лишним темпом. Ну, а то и не одним. То есть, ну, позиция примерно равная. Да, сейчас еще одна фигура поменяется и... Ну, я за Максима буду болеть. То есть, Артур приятный человек. То есть, неплохой, кстати, тренер. Вот. Но я буду болеть за Максима. Присоединяюсь к вам в этом. Так, Мальцевская-Гарифулина. Так, что-то у них очень быстро теория. Так, g3, d5. То есть, это уже каталон однозначно, потому что без c4 белым не обойтись. Конь d7. Напали на пешку. На ферзь c2, конь b6. Ну, в смысле, после dc. На ферзь c2, конь b6. Здесь уже можно не отдавать. По-моему, так. Или b5. Так. Тут партия с ума сойти, как далеко ускакала вообще. Ну, на деле это все теория. То есть, вообще, с лей в августе я играл вот этот вариант. С лея стращит ходы, как из пулемета. Теория. Я играл с леей это на сборах. С e5. Коль g5, h6. Да, сильнейший ход. Это мы тоже разбирали. То есть, здесь все форсировано. Лея, кстати, меня обыграла ходов в 25 в этой линии. А Александра здесь... Пока держится. Да, держится. Ну, на деле партии Игоря Ильича Лысого надо смотреть. В этом варианте он очень большой специалист за черных. Ну, то есть, ферзь и слон против ферзя с коньем. Давайте расскажу, как правильно оценивать такие позиции, Даш. Что самое важное? А это мы уже обсуждали. Самое важное это позиция королев. Правильно. Вот я способная ученица. Возьмите. Правильно. Важно. Кто может поставить мат? Давай. Кто-то может поставить мат? Сильно сомневаюсь. Потому что у белых, если какие-то поля возле короля слабые, то они белого цвета, а слон черного поля. То есть, позиция королей одинаковая, да? Ну, я бы так сказала. Давайте тогда следующий фактор, который мы должны учесть. Пешечная структура. Так, пешечная структура. Или не сразу. Не сразу. Следующий момент. Если снять с доски... Сколько тупой слон? Нет. А, если снять с доски ферзей, да, в чью пользу оценивается эта позиция. У кого будет лучше, у белых или у черных? Ну, распешки на разных флангах говорят, что у черных. Да. У тех, у кого... То есть, если... Не, у черных пока что он лучше не будет, потому что король, да, не близок к центру. Но если они активизируют короля, то... То уже точно лучше будет. Да, Артур из Пятигорска, правильно. Вот. А учился, по-моему, там он в Москве, да? Возможно, в Роговске, нет. Где-то. Могу обманывать. Я тоже могу обманывать. Я немножко из другого пока не буду. Да. Ну и потом пешечная структура. Мы видим, что опорных полей у коня пока что нет. Это говорит о том, что слону проще. Да, на два фланга слон тоже работает лучше. Объективно позиция равная. То есть, белые не должны такую позицию проигрывать. Но, как бы, черным проще ее усиливать. То есть, ну вот, допустим, я сыграю Б5. Поставлю слона на Б6. Конь Д7 хода нет из-за ферзь Д5 шаг. А на ферзь Ф3. Ферзь Ф3. Так это ничья сразу, да? Я думал, нет, ферзь Ф3 нету. Конь на Е5 подвисает. И, может быть, потом где-то Ф6 коня сгоню. Ферзя поставлю в центре. Подведу короля. И буду искать способ разменять ферзей. Вот. Ну, примерно так. То есть, как-нибудь... Хотя, ферзь Е4 тоже не пойдешь. Видите? На Ф2 подвисает. А если конь Д3, то ферзь Д5. Ферзь Ф3. Может, не ферзь Д5. У белых королев. Может, ферзь Д4, да? Чтобы пока не менять ферзей. У белых активней король. Но у черных, мы видим, слабостей нет. Вот если короля сумеем активизировать, то сможем менять ферзей. Точно. Не из Пятигорска, а из Георгиевска. Правильно, Андрей Абачук. Правильно. Там же живет хороший человек по фамилии Кручев. Опять был ход сделан в парк. Но вот можно заиграться примерно так же, как вчера сделал Сергей Волков. Ну, здесь непонятно пока, что как заиграться. То есть, матовых отталков нет. Можно найти. Да, можно найти. Да, вчера казалось, что Сергей Волков тоже совсем ничем не рискует. Ну, вот, бац, и такая неприятная ситуация. Так. Пойдемте дальше. Да, давайте. Все, мужчин всех, да, посмотрели. Алина сыграла F6. Так мы же женщину даже смотрим. F6. Вот, кстати, важный момент подчеркивается, что, например, на ЦД последует просто конь F3, и нет защиты хорошей от конь G5 мат. То есть, ход F6, вот, немедленный, он вынужден. Но теперь белый слон там на G5 выскочит. То есть, E, F, слон G5, конь F3 все равно то же самое. H4. На E5 дырка, на G7 дырка, на G6 постоянно может грозить. Можно с конь F3, наверное, начать. Вряд ли черные грозят пойти F, E, там конь G5. Скажем, конь F3. Взяли конь G5. Ой. Да, на F5 тоже конь G5. То есть, очень серьезные проблемы, на мой взгляд, нависли над черными. Ну, то есть, здесь совсем плохо. То есть, надо как-то... Не знаю, Ферзь C7 или... C4. Взяли конь G5, Cd. Ну, ничью белый имеют, да, Ферзь H6 или нет? Да, Ферзь H6, нет, Король E8 из-за Ферзь H8. А есть ли... Ну, может, и победа есть, да? Сейчас слон на G5 выскочит еще, да? Может, да. Я, порой, хотела его как-нибудь хитро... О, А4, слон А3. Так, может, здесь А4? Да нет, а там конь H6 на Е7 закроется. Ну, их ходы закончатся потом. Слон А3, H4, ладью как-нибудь... Не, ну, конь H7-то, наверное, не хуже. На F6 перебрать. Ну, да, или конь H7, король F7. Слон G5, да, еще? Угу. Тут Ферзь опять неожиданно. Ну, как бы сложная позиция, в общем... Конь F3, на мой взгляд, выглядит достаточно сильно, но наверняка неплохо и ЕF. То есть... Угу. Черные поля немножко посвистывают. За позицию Алины очень тревожно. Так, а... Да, да. Кто у нас? Смирнова, Кованова. Так, ну-ка. Да, это... Это Боголюбов. А, нет. Боголюбов. У меня здесь записано, что слон G5, неплохой ход. Ну, и конь C3 можно играть, да. У белых чуточку поприятней. Смотрите. Да, ход H3 очень важный. Не пустили коня на G4. Слон на Е3 стоит шикарно. При случае C5. Лошадь куда-то на D6, на B6. То есть белые хотят где-то провести C5. И внедриться на D6. Вот. Железо говорит, что точнее было сразу пойти коня H4. Сразу полезть на поле F5. И при случае на D6. Вот. Ну, я бы оценил эту позицию как плюс-равно. То есть у белых приятней. При случае они могут запустить вперед пешку G. Могут... Вот если им удастся поставить пешку на C... Ну, допустим, кони А4 неожиданно так. И как заищаться от хода C5, а? Даша. Ну, вот я пыталась решить этот вопрос. Ну, кроме B6 ничего в голову-то не приходит. А B6 ослабляет поле C6. Я просто вернусь обратно, кони F5. То есть мне тогда даже C5 ходить не надо. А, кстати, я и на B6 могу пойти C5. Если мы меняемся, там, слабость на C6. А если B5, то я влез на B6, там, на все напал. И как минимум слона C8 съем, а потом второго коня на B6. Да, ходить C5 совсем морально. То есть вот коня А4, мне кажется, дает черным лучшие шансы. Белым. О, белым, да, белым. Ну, потому что, ну, следующим ходом я пойду C5. То есть, допустим, не пустили коня. Вот тут, кстати, еще с ударами надо будет считаться, да? Ну, мы сначала C5 пойдем. 6 первых ослабляет. Черным тесновато, да. В общем, кони в 5, кстати, кони в 5 можно пойти, тоже интересно. Ну, кони в 5, тут сыграют конь C5 и как раз более-менее. А вот после коня А4, на мой взгляд, у черных некоторая трудность. Так, и последняя у нас партия. Вот хотели посмотреть, как играет Гольцева. Это не последняя партия, мы еще Марину не видели. А, Марину, да, да, проскочили мимо Марины Гусевой. Давайте посмотрим, как у нас играет Екатерина Гольцева. Значит, Алиса Нурмухамедова разыграла вариант, который очень любил Эммануил Ласкер с разменом ферзей. Белые хотят доказать, что у них есть пешечное большинство на ферзевом фланге. Но на деле здесь у черных есть преимущество двух слонов, и это не пустой звук. Где-то C5, C4. Пешки раздвоятся. Надо считаться с тем, вот прямо сейчас угрожает Т5, удар по центру, поэтому пришлось уводить слона на Ф2. Можно зацепиться за пешку Ж, где-то, как-нибудь, Конь Ф4, Ж3, Конь H3. То есть, на мой взгляд, черные не просто решили все проблемы, они сейчас думают, как перехватить инициативу. Вот. Так, и Марина Гусева играет с Еленой Семеновой. Ну, Елена тоже у нас с севера, да, Тюменской области, или Ямал. И болеем за... А, Салихар. Да. За Елену. Рокировка А3. Да, вот Марина играет вот эту линию, то есть, ее очень здорово трактует Алексей Сергеевич Дреев. Белые получили преимущество двух слонов, и от черных требуется такая очень энергичная игра, иначе можно получить хуже запросто. Ферзь А5. Вот как раз то, о чем я говорил. То есть, у белых преимущество двух слонов, им нужна спокойная игра. То есть, они сейчас, да, вот сыграли Конь Е2. Размен ферзей, ну, с двумя слонами, белым просто нет смысла от него бегать, да. Плюс поле Д5 слабенькое, слон бьет Ф6, слон Е4, слон Д5. То есть, у Марины лучше. То есть, тут можно это смело констатировать, что чуть лучше у Марины Гусевой. Ну что, возвращаемся. Да, пойдемте к мужчинам, пойдемте к партии Гаганов-Фральянов. Вот именно Гаганов-Фральянов, да, сначала? Ну, там, конечно, конечно, какие-то принципиальные вещи должны были... Что у нас там творится? ...призойти, ход Д6 не последовал. Опять. Потом размен, размен, размен. Да, все разменяли. Слон против коня. Ну, что можно сказать? Черные, здесь уже ничем не рискуют черные. Все лишнее разменено. Слон коня сильнее. Пешка Б4 пока что никуда не идет, висит на Ц5. С другой стороны белые централизованы. И ничью, наверное, должны удержать левой пяткой, да? Ну да, да. То есть, выиграть тяжело, но ничью белые делают без проблем. Так. Федосеев Ильюшонок. Итак, вместо сильнейшего, по мнению компьютера, конь Ж8, с равной игрой, Даш, ты веришь, что такое может быть? А почему нет? А я не верю. Последовала АЖ, логичная АЖ, ФЖ, конь АЖ5. Теперь, железо говорит, что конь Б6 тоже не очень хорошо. Ну и после коня Ф4, АЖ4, белые защитили пешку. Вот, кстати, если взять ее, то нападение на пешку Ж5 дает черным достаточно... Да, Владимир сыграл АЖ4 и последовал ход, который меня просто поверг в шок. То есть, вот так ослабить свои белые поля, это очень опасно. Просто очень. При живом-то белопольном слоне? Да. Так, ну давайте делай ставки, а какой вообще ход тут сделает Володя? То есть, у меня подозрение, что черные должны просто получить мат. И это несмотря на то, что я в этой партии болею за черных. Ну просто, ну... Ну... Ну нельзя что-то играть. Ну, я не верю, что можно так настолько наплевать на своего короля. Хорошо. Ну как ходить? Как ходить белым? Да что-то с виду как угодно. Вот, допустим, взял-взял. Ну и как-нибудь там, не знаю, конь Д5 или там Ж6 вообще. Слонца-4 мне надо ходить, потому что конь Е5. Ж6. Да, можно. То есть, я хочу взять... Все белые поля слабые. То есть, конь Е5 взял. На взятие ФРЖ3. Там еще пешка Аш готова подключиться. Слонов мы всегда разменяем. Этот конь на Д5 идет. Этот на Ф5 или на Е6. По-моему, совершенно проиграно. Ну вот именно, да. Не будем скромничать по ценам. Да, именно не хуже лучше, а именно выиграно-проиграно. То есть, конь Е5. Там, вплоть до сразу слон А3. Это у нас вчера как-то не складывалось с оценками. Вчера я, не знаю, может, был в более плохой форме. Видишь, вон тут все фигуры у меня прыгают на свои места. Сейчас этот на Ф5, этот на Д5. Слот на А3. Конь еще и на Е6 может встать. А, ну все, огребли черные. В нашем вашем варианте. А тут пока непонятно. Вот. Ну и перейдем к более скучной позиции. Да, то есть вот здесь железо пишет, что равенство. На деле у белых, ну, такое небольшое давление на всю партию. Реализовать очень сложно, потому что Б4, Б5 провести нелегко. Ох, я пропустил. Ну, после хода хода А5 так вообще крайне затруднительно. Наверное, совсем не проведется уже. Так. Ну, вот эта партия у нас сегодня будет длиться еще 3 часа, потому что троекратное здесь невозможно придумать, на мой взгляд. Да, и разменять все фигуры. Разменов не видно. То есть, вот первое я ставлю, что закончится партия Федосеев и Льюшонок. Если только никто в других парах ничего не подставит. Ну, почему? Может, могут там на ничью Алексей придавить. Алексей придавил. Кольца 3. Б3. Очень интересная линия. То есть, линия Б у черных есть. Уже выиграна. Да, мне тоже кажется, что уже выиграна. Ну, вот железо пишет, что это равенство. Ну, условно, Б2, конечно, красавец. То есть, черным его надо еще нейтрализовывать и нейтрализовывать. При этом, кстати, в каких-то линиях Е5 пограживает. Где-то белым неплохо бы коня на Ф5 перекинуть. Да. То есть, у придорожного, на мой взгляд, поприятней. Хотя железо рисует равно. Ну, так, Дмитрий Николаевич Кокарев. Ага, вот мы вот здесь расстались. Коль Д4. И не захотел он его разменивать. А провел Ф4. Какая-то сложная позиция. Железо ставит, что равенство. Ну, вы не верьте. У белых больше в центре. Вот давайте я какой-нибудь кооператив нарисую. Скажем, Ферзь Б6, Е3, да? Да, вот еще, куда пешку Е собираются ставить белые? На Е3. На Е3 или на Е4 не собираются. Тут при случае Д4. А еще у белых есть такая идея. Ну, как тут черным пойти? Давай, ходи. Я? Ну, да, ну, а кто? Так, в самом деле... Ну, Ферзь Б6 ход уже подозрительный, да? Давайте Слон Д7 еще один. Слон Д7, да. Скажем, Д4. И на доске... Мне все сложнее и сложнее. А тебе знаешь, почему сложнее? Потому что на доске французская защита с переменой цвета. Белые заткнули Е4. Пешку на Д4... Е5. Пешку на Д4 не ставили. На черный провели Ф6. Да, да, да. И сейчас конь на Ф5. На коне Ф6 ладья бьет Ф6. Всегда будет... То есть, вот, Ферзь Б6 просто плохой ход. То есть, здесь черным нужно правильно... Ну, найти возможность правильно расставить пешки. Вот. Определиться со структурой. Но черные, я смотрю, намерены матдать. То есть, ход конь Ж5. Цель ровно одна. Сейчас конь Е3, конь бьет Ж2, конь Х3. Ну, так не бывает. Белые вообще ничего плохого не сделали сегодня в этой партии. И мне кажется, конь Ж5, это как-то слишком резко. А, на поле Е3 надо прикрыть. Ну, да. Поставил, да. Е3. Конь Е5, да? Нет, что-то на Е4 ее хочется поставить. Конь Е5 на Е4 не надо. Там слон на Ж2 тебя сразу начнет ругать. Это, это я понимаю. Но хочется. Да. Ну, и вот сейчас, я не знаю, мы, может, Д4 как раз будем ставить. Здесь можно конь Ф5 пойти, например, да, куда-то прицелиться. Вот. Можно скромно Б3 защитить с идеей Д4. То есть, у белых очень гибкая пешечная структура. На Е4 они тоже могут поставить, просто позднее. О. Мне просто не хочется отсталую пешку по линии Е. Так она тоже потом вперед пойдет, когда надо. Только из этих соображений. И на нее не напасть. То есть, важно ему. Тут, может, правда, Ж6 как-нибудь. Хотя, что потом с лошадью делать? Вот, напали. То есть, при случае этот центр может начать двигаться вперед. Пешка куда-нибудь до Д5 аж дойдет, а может быть даже. Ну, а может и не дойдет. То есть, вот, Е4. То есть, потихоньку движемся. Не спеша. Не, ну, конь Е3, белые точно не зевнут. То есть, а значит, ходов у них не так много. Ну, пойдут пешкой Е. Наверное, так. Можно заключить. Ну, не конь Д1 же играет, да? Конь Е4. Ну, нет. Ну, тоже непонятно. Я бы поставил скромно на Е3. На Е4 мы ее двинуть всегда успеем. Да, но тут у нас мнения разделились. Относительно того, когда ставить пешку. Ладно. Даша считает, что на Е4 надо. Но мне не нравится слон Ж2 в этом случае. То есть, я бы сначала Е3, потом уже искал как двигатель. Может, мы вообще будем, кстати, вот так вот атаковать. Б4, Б5. Мы можем, чтобы делать Дмитрий. А, кстати, у Федосеева как раз Ж6 сыграно. То есть, вот, Роман Юрьевич просто угадал ближайшие ходы. 14 ходов. Железо ставит плюс-минус столбик. Как по мне, это плюс-минус строчку. Все-таки пешка на Ф6 это, ну, такое украшение позиций для белых. Как прогноз погоды. Да. Да, там плюс 20 ощущается, как плюс 25. Вот здесь тоже столбик. Ощущается, как строчка, да. Страшно хочется на месте черных сдаться. Так, кто у нас? Павел Андреевич что-то поверг в раздумья противника, съел у него две пешки и напал на Ферзя. Еще и на Ферзя напал. То есть, он хочет разменять Ферзей, но в какой-то редакции, которая ему выгодна. То есть, например, на поле Ж4 там, да. На поле Ж4 он пока его просто хочет съесть. А, съесть, да, не разменять, а съесть. То есть, а на Ферзе Ж3 он, наверное, вообще Ц4 пойдет, да? Вот Ц4, я думала, сразу. Слона зарезали. На Е, в Ж. Но на Ц4 надо считаться, вообще-то, с Сахом на Б4. Ну, король Ф7. То есть, тут как бы, король не так плохо стоит на Е7. С другой стороны, тоже много с чем надо считаться. Ну и у белых слон на Е2 подвис. Вообще, Павел Андреевич, в таких позициях, как вот, не знаю, ну, банальное сравнение, конечно, как рыба в воде, да, но можно еще массу, массу найти подобных сравнений. То есть, ну, разберется, короче. Да, будем надеяться, что разберется. Так. Кто, кто, кто? Ну, вот, у Леи партия медленно, но верно, к ничьей клонится, потому что ферзей разменяли, а черные короля в центр вытащить не успели. Если их король дойдет до А3, то оценка резко поменяется, но... Но я думаю, что его никто туда не допустит. Да, что-то ему далековато. То есть... Может быть, еще Габриэлян Чигаев глянем? Давай, да. Забыли про эту штуку фору. Габриэлян Чигаев, А5. А, у нас есть события пока. Люди стоят на месте. Вот, чувствую, еще нам на шоколадку Даша дали. То есть, видят, что кофе мы пьем, а шоколада нет. Скорее всего, так. Пытаюсь угадать. Что там будет написано? Может быть, ничего. Антон, 100 рублей, Даша, на шоколадку. Ага, отлично. Слушаюсь. Ну, как-то... Даша, я тебе потом все шоколадки компенсирую, в общем, по окончании. То есть, ты их приобретай. Я оптал, оптал. Приобретай, в общем, разрешают прямо в прямом эфире поглощать шоколадки. Да, ни в чем себе не отказывать, да. В шоколадках так уж точно. Вот, а потом я вышлю компенсацию. Да, хорошо, хорошо. Так, ну все, вроде. Ну, здесь, ну, я не знаю, что рассказывать. То есть, у черных преимущество двух слонов, вроде и в центре они получше стоят. Но у белых мощный слон на Ж2 и очень крепкая позиция. То есть, как бы, преимущество двух слонов всегда можно лишить. Пространства не хватает, но фигуры уже размениваются. То есть, ну, позиция такая, примерно равная. И, как по мне, достаточно скучная. То есть, я такие не очень люблю играть. Вот зачем, наверное, пешку эф как-то очень быстро запустить вперед? Угу. Ну, кто-кто же... Как ферзь Д6, Ф5, Ф4. И за белых тоже. Ладья Е1, Ф4, ладья бьет Ф4, коня на Е4. То есть, обе стороны хотели бы запустить пешку эф. Угу. Не так легко и сделать. Посмотрим, кто-то вообще воплотит в жизнь. Или нет, да? Эту идею или нет. Так. А теперь к женщине. Ну, здесь ничего не поменялось. На мой взгляд, у черных поприятней. Да, здесь очень долго ничего не будет меняться, я думаю. Да, но выиграть сразу, да, они не могут. Так же, как и белые, не могут доказать, что у них... То, что пешек больше на королевском фланге, это такой уж серьезный плюс. Железо оценивает, как равно плюс такую позицию. Я с ним соглашусь. Угу. Е4. Отличную идею. Смотрите. Айда Лена. Молодец. Молодец, Лена. Придумала отличный ход Е4. Кстати, может быть, это теория. Потому что, ну вот, слон С2, конечно, надо было белым просто отступить. Вскрытие линии Е. Ну, оно вполне на руку белым. Е, Ф, Ж, Ф, пешку Е3 королем защитим. Вскрывается еще одна линия. А вот после Ф, Е, конь Ж4. Как-то на Е3 подвисло. Конь при случае на Е5 идет. Слон Д3. Да, но просто эти две по Е, они не выглядят надежно. Да. Конечно, белая лошадь может попасть на Д5. Но ее всегда можно будет разменять. В общем, Е4 я бы поставил восклицательный знак. Молодец, Лена. Вот, то есть, не просто болею, да, проявляю эмоции. Да, всячески подсказываю, поддерживаю. Да. Эршпиль чуть-чуть. Вот, да. Кстати, как он получился? Ферзь С6 связали. Да, вот сразу, сразу. Защитили. Повели королем. Ф5 очень важный ход. Зафиксировали белым в слабости. При случае слон может зайти и с H2 весь ряд съесть. Но он будет пытаться так сделать сейчас. Король С5, король Б4. Ну, или провести Е5, потом Ж5, Ж4. То есть, черные такое впечатление, что не рискуют совершенно. А вот у белых проблемки могут быть. Главное, что в центре, посмотрите, у белого короля на четвертом ряду полей нету. А у черного на пятом есть. То есть, черный король более активен. Борьба на разных флангах и слон против коня. Ну, шансы на ничью хорошие, но белые борются за ничью. Ее надо сделать. Белые борются за ничью. Может, как-то H3, G4 можно пытаться иметь пешки. Да, вот Алина. Настя пошла коня в 3, Алина коня в 5. Алина коня в 5 пытается. Ну, так все, тут уже разноцвет. А в разноцвете кто атакует, тот замотовал. Да, на одну фигуру, потому что... Конечно, надо бить ЕФ черным, иначе слон С8 вообще никогда не выйдет. Из своего заточения. То есть, после ЖФ, слон Ф4, на поле Е5 появится белый слон. Ну, и черные сдадутся очень быстро. Поэтому надо бить ЕФ. Это, здесь... Ну, не знаю. Можно сделать просто рокировку. Рокировку или взять на ЕФ-6, так же. Потом сделать рокировку. То есть, слабость черных полей осталась. Потом, может быть, слона на ЕФ-4 еще поставить, да? Говорят мне, не занимайся ерундой, не надо двигать. Сейчас участницы сходят, и мы посмотрим. Да, уходите отсюда. Так, ну-ка, ну-ка. Коня А4, да, подняла Екатерина сильный ход. Коня А4. Вот Железо говорит, что после ладья А6 здесь равенство. А я не верю. Ну да, ну а какое это равенство? Стойкое плюс равно. Ну, как... Что ж... Где-то мы уже видели ладью на А6. Так. Здесь лошадка поскакала в центр. Ну да, пешка на С5 встанет. В нужный... Опа, не встала. Так, теперь поле Д5. То есть, сейчас конь на Б5 идет. И у черных возникают проблемы с защитой пешки Е4, с защитой пешки С5. А куда ходить, Херзем? Ну, на Е7 под конь Б6. Значит, на С6, правильно? С6. Так, теперь напал на Е4. Слон Ф5, да? Еле, но можно на С4 еще съесть. А, тут на С4 пока подвисает, да? Ну, можно же с Ж4 пойти. Вообще, слона на Ф5 не пустил. И хочу пойти Б3, конь С3 и съесть на Е4. Там все равно надо считаться за взятие на С4. Все равно, да? И слон Е6. Ага. Или... Да, слон Е6. Ваша опаснейшая тактика. Значит, Ж4... Ж4 не ходим, ходим Б3, да? Сразу. Слон Ф5. Ну, конь Ф3 не грозит. И просто конь С3, сейчас конь Д5. Разменялись. Второго на Д1. Второго. Вторую ладью на Д1. Да, но если белые здесь не зевнут какой-нибудь пешку, то у них, конечно, получше. Не, ну... А если зевнут, то у них будет пешок. Не, понятно, что конь Б3 не пойдут. То есть, над чем думает... Над чем... Да, уже сыграл Е5. Ну, конечно, конь Б5. Такие ходы надо делать вообще не думая. То есть, нельзя терять секунды, которые потом в Эршпле потребуются для реализации перевеса. Или для спасения. Смотря как тут пойдет. Владимир Толкащев забыл напомнить Александру Большакову, что и Влад Артемьев там был. И Иван Смыковский до сих пор есть. То есть, в Омске, как бы, ну, последний из сильных шахматистов, вот, известных, это Влад Артемьев. Воспитание Комской Шахматной Школы. Угу. Да, ну, на мой взгляд, плюс-минус столбик в этой позиции уже, железный. Аллея Слона на Аш-2 завела. То есть, что мы видим? Давайте-ка поучимся им шпиля играть. Король Д6, конь пошел в центр, его выгнали и зашли за слабыми пешками. Обязательный шаг. Теперь Король идет, я думаю, на С5. Король идет при случае на А3. Конь Ф1, слон Ж1. Король С3, слон Д4. На Король С2, Король Б4, да? Король Д3. Вообще, выиграть не... Слушайте, погоди, не-не, на Король С3, а зачем я туда слона веду? Я, наверное, просто... Он же сразу слон Д4. Да, пристал к пешке. И хочу дать шаг на Е1. А Король у меня в идеале-то его место на Д4. То есть, вот если попасть с ним на Е4, то белым точно не сдобровать. Здесь-то еще, наверное, можно держаться. Ну, в общем... А на чем ли, я думаю, это непонятно. Потому что Короля, конечно, надо ставить на С5. Другие поля, по-моему, даже рассматриваться не должны. Может быть, на Король С4 нету. В Жей взял пешку, да? Ну, Владимир Толкачев. Во-первых, не так давно Влад Артемев в Татарстане. Во-вторых, он что, от этого перестал быть воспитанником Омской шахматной школы? Мне кажется, в Казани он уже года 3-4. Король Д6, смотри, как путает. Путает следы. Может, Е5 хочет провести? Ну, типа, знаешь, Конь Ф1. Слон Ж1. Проверим, куда пойдете. Потом сыграем Е5. Но Е5 сыграть полезно. А вот как там выигрывать, непонятно. Да, ну, равно плюс. Равно плюс я бы оценил. Железо оценивает как равно. Но играть легче черными. Вот. Так. Что у нас здесь? Король пошел на Е8. Защитил на Д7. У белых есть проходная пешка Б4, но двигать ее сложно. Сейчас король придет на С6. И при случае Лае активизируется уже по линии А с королем на С6. В целом у Фральянова поприятнее эта позиция. Да, ну мы уже определяли, что у белых тут шанс на ничью все, а вот на победу не все. Да, ничью, наверное, сделают. Так. А вот я угадал игру Дмитрия Николаевича Кокарева. То есть мы с ним не даром играли за одну команду. Достаточно много общались на турнирах разных. Синхронизировались. Да, то есть, видите, угадываю, как думает сильный шахматист, пешку на Е3, не на Е4. И пешку С4 защитили. Будем мы играть Д4? Не будем. Пусть гадает противник. Хотим мы сразу поставить коня на Ф5 или мы просто держим его пока на Н4? Неизвестно. Ключевая задача, ну вот, сделать плохим вот этого слона С8. Вроде слон Н3, черным тоже меняться пока что, ну смысла особого нет. А потом может оказаться, что этот слон вообще никуда не выйдет. Потом может оказаться, что и разменяться не дадут. Может, смысл-то и имеется. Ну так, чуть-чуть поприятнее у белых. Да, пешка Б никуда не двигается, как мы видим. Ну, здесь, что здесь, пара ходов была сделана. Что мы видели, последний ход А5. Белую ладью поставили на Е1. Ну, черные, видимо, что намереваются... Черные должны ставить... Пешкой вперед двигать, и в 5, и в 4. Ну, страшно. Я думаю, они хотят просто удержать этот теншпиль. Ферзь, С5, ферзь, С5, ладья, С5, А4, повести коня на Б6 куда-нибудь, дождаться Б3. Получить твою вот структуру, о которой ты говорила, пешка на Б5, конь на С4. Вот, и сделать ничью. Да, ну, все-таки черными играет человек превосходящий в классе и в рейтинге на пару сотен пунктов. Белые... Да, тем более, вот, ни о Кобеншпиле речи здесь уже нет. Белые играют на победу, но, кстати, возможно, напрасно. Так, так можно и проиграть, наверное. Ну, да. Ну, не то, чтобы сразу, но в борьбе где-нибудь. Ну, план белых понятен. Б4, Б5, надавить на пешку С6, конь попадает на отличное поле Д4. Его там легко разменяют. Слон Е6, который ограничен пешками Ф7 и Д5, на деле фигура очень сильная. Давит при случае на Аш-3. Чтобы нам сегодня Ш6 не подошел, да? Пока что. Да будет еще, я думаю, как же, как же, как же он без нас. Вот. Заищая пешку Ф7, при случае готов поддерживать пешку Д, то есть эта фигура не такая плохая. По крайней мере, пользует него пока что больше, чем от слона Д3, которого, ну, единственный плюс которого, что его можно где-то на Ж6 пожертвовать тоже. Просто упирается, слон Д3, в чужие пешки, да, а не в свои. То есть, равенство на доске осталось. Так. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Что тут такое у придорожного? А4. Услон на один красавец. И почему же мне здесь железо рисует минус-плюс столбик? Что здесь зевнул Алексей Владимирович? Дело в том, что пешка на А3, мне кажется, просто, ну, теперь ладья не работает же. Она слабая, в Эншпиле ее отнимут. Столбик. Ну да. Да. Нет, ну я вижу, конечно, один шаг. Слав, Ж5. Ушел. Вот, а что дальше? Дальше будем на твоего слона нападать. Некуда коню ходить. На А6 только, иначе на коне в 6, Е4 и слон на А6 еще под Ж4 попадает, да? Ну то есть... Никаких же, ничего же... Никаких шагов нету, потому что теперь надо играть конь А6, ну и тоже Ф4, Ж4. На коне 5, Ф4 это сразу вилка, на коне Ф6 это постепенная вилка, да? Грозит Ж5. И, в общем-то... Ага, мир шахмат болеет за Семенок Ханина. Не, ну я пока не понимаю, почему Комп так оптимистично оценивает позицию черных, как по мне у белых полный порядок. То есть давайте думать, что мы зеваем? Что не видит гроссмейстер придорожный и не вижу я? Да, я вижу, но молчу. Даш, так ты нам скажи. Нет, 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 я не вижу, конечно. Конь висит, не знаю. Сейчас пешки пойдут вперед, Ж4, Ф4. Да у нас просто лучшая позиция. А конь Е5 пойдет. Конь Е5? Так я продолжаю, Ф4. Я не понял, черных гонят назад, все назад, белые идут, пытаются отдать мат, и вдруг минус-плюс столбик. То есть сейчас Ж5, Аж4. Может, нас обманывают просто, а мы... Мы не верим. В общем, я призываю не верить. Так, что у нас у Илюшенко? Ж6 задвинул. Вот это мы предсказывали, эту позицию. Как вы помните, я вам поставил без всяких компьютерных подсказок. Конь Е5. Ну, то есть у белых я оценил ее как совершенно выигранную. Потому что поля Д5, Ф5 и Е6 принадлежат белым фигурам. И здесь ничего не поменялось. Конь Д4, конь Ф4. Семен был учеником Дмитрия Вадимовича Кряхвина. Когда Дмитрий Вадимович еще работал в Тюмени. Ну, в общем, у черных серьезная проблема из-за слоная в пузе. То есть фишка в том, что белым не обязательно сейчас мотовать. Ну, вот поставлю я пешку на Аш5. Коня на дно, вот скажем, там, не знаю, допустим, черную аркировку сделали. Коня на Ф4. Там, не знаю, какие-то любые ходы. Коня на Д4. И выясняется, что слон и Ф8 вообще никуда не выходят. Сейчас конь еще на Ф5 встанет. Второй на Д5. И вот конь на Е5 есть, но он один. А у белых таких лошадей две. То есть у белых лишняя лошадь. А слон не работает вообще. Да, это такая бесполезная, бестолковая фигура. Вроде бы есть. Ну, что с этим делать? Вот пешка на Ж7 защищает. Полезная функция. Слона Ф8. Ну да, то есть, нет, этот слон хороший защитник. Защищает на Ж7 и на Д6. И для того, чтобы победить, белым, конечно, для того, чтобы им придется перейти в выигранный пешечный Эшпиль, забрав этого слона. Иначе пешки не отнять. Ну, как бы... Ну, в общем, оценка ясна. Аж 5 ходить не обязательно. Может быть, жёстче пока что конь Ф4 или конь Д4. Ну, тут, как бы, мне кажется, Владимир разберётся. Может быть, конь Д4, да, самая чёткая. Чтобы на ферзь Ж4 ещё и ферзей не менять. Как-нибудь ферзь Б3 на Б7, на Е6. Ну, или конь Ф4, ну, не знаю. Не, ну... Мне кажется, с тем или иным порядком ходов, вот, позиция сведётся к аналогии. Да, да, то есть, пешка... У кони так или иначе на Ф4, на Д4 окажут. Даже я бы сказал, на Ф5, на Д5. И пешка на Аш5. Угу. Ладно, мы пока оставим. Максим Чигаев побил... Так, погодите, что у нас идёт? Такой ферзь Д2. И Максим взял на Е3. Так, ну и... После ФЕ, видимо, скромно отойдёт ферзём. И будет пытаться запустить пешку Ф, да? Ну, как я и предсказывала. А если ферзь возьмёт на Е3, то что? Начнёт толкать там или... Ничего не поменялось. Оценочка примерно равная. Да, примерно равная. Да, программа планшета. Проблемы Илюшонка в том, что у него один конь, а у белых целых две лошади. Вот ладья Е8 может. Да. Так, что у нас? У нас вот этот Тэншпиль очень интересный. Ж6. Белые пытаются разменять. И чёрные провели Е5. Погодите, этот ход мне вообще не нравится. То есть... Там ещё пишут плюс-минус 100. Не, ну это штука, конечно. То есть на деле позиция, конечно, за рамки равенства не выходит. Но... Ну, хотя... Хотя уже надо её удерживать. Пешка Ж6 слабая. То есть надо меняться на Ж4. Надо играть Ж5, да. Ну, теперь король до пешки А2 пока дойдёт. То есть, в общем-то, белые успели первыми. И сейчас идут на Ф5. Ну, а чёрным надо в свою очередь туда идти. А, словно на Ф6. Или не надо. А на король Е4 что? Король Е6, видимо. А что ещё делать? Король Е6. Я боюсь, тут можно... Пешечный точно проигран. Там, Б4. Я бы король Ц5 ходил. Отдал на Ж5. Король Ц5, естественно, надо считать. Отдал на Ц5. И отправился... За пешкой А2. Ну, вот это всё сыграно. Я вижу, да. Как-то, на мой взгляд, напутал Алия. Ну, ничья, конечно, здесь. Прорваться к пешке Ж5 нельзя. Игра по-прежнему на разных флангах. Печально. Ну, в общем, болел за неё. Ну, ничья тут. Вот это тот случай, о котором я говорила. Что можно доиграться. А тут... А как тут доиграться? То есть, ну, появилась одна слабость на Ж5. То есть, одна слабость, не две слабости. Сейчас будет конём. Ну, слон Е7. Ещё доску щупать. Конь Д3, слон Д6, допустим. Ну, или слон Е5. Я бы слон Е7 пошёл. Чтоб иметь возможность... Вот, конь на Ц2, слон на Ц5 подрезали. Конь на Д3, слон на Д6. То есть, вот так. Вот так. Ну, да. И туда-сюда. Сходили, вернулись. Конь в Д2. Ну, и стоим на месте. Да. И очень походит на ничью. Ладно. К этой партии мы долго не вернёмся, я чувствую. Давайте что-то более интересное посмотрим. Итак, вот. Анастасия, например. Конь в Д5. Взяли. Взяли. Рокировка, как Даша говорила. Я-то хотел взять на Ф6. Ух ты. Ну, и Железо согласно с Дашей. Говорит, что у белых практически выигранная позиция. Плюс-минус столбик. Бить на Е5 точно нельзя. Но давайте объясню, почему. Слушайте, по-моему, вообще всё просто. Взяли и зашли ладьёй на Е7. Да. На Е7. Ферзь А6 слона. С6 хода ладья Е7 нет из-за ладья Е8. Ну, и сейчас ладья Ж7, ладья Е7 и мат на H8. То есть, надо как-то играть слон Е6. Тогда белые начнут коня на Ж5, ладью на H3. Ферзь бьёт Ж6 и ладья А8 мат. То есть, вот мы видим, как всё это закончится. Ладья Е1, потом конь Ж5, Ф4, ладья Е3, ладья А3 и ферзь бьёт Ж6. Нет, я подозреваю, что так оно не закончится. Ну, как бы очень походит на то, что может закончиться. Именно так. Мне сегодня уже удавалось угадывать, скажем. Что? Где-то удавалось, а где-то не удавалось. В партии Дмитрия Николаевича удавалось угадывать. Да, смотрите-ка, не слон H3, а конь H3. А что там конь делает-то? Слон Ж4. Так, да. Вот что-то кони в 3, может быть, грозят. Кто-нибудь мне объяснит, что хотят чёрные? Чего они, так сказать, добиваются? Ну, вот ещё. То есть, конь на H3, он просто... Ж5, Ж5 они... Ж5, да, белые будут очень довольны, если чёрные сыграют. Ж5, конь F5, там конь H6. Я вот думаю, да, что вот сейчас Дмитрий Николаевич сидит и размышляет. Так, как бы ему попросить чёрных двинуть пешку на Ж5? Нет, чёрные сначала ферзь Д7 пойдут, потом на Ж5. Ну и ладно. Потом Ж5, конь Е4 и конь F6. То есть, вот, очень хотят белые, чтобы чёрные поставили пешку на Ж5. Хорошо, но я не знаю, кто-то чего хотят чёрные. Я не знаю. Ну, просто фигуры развивают. Я не уверен, что так слон на Ж4 хорошо стоит. Ну, а может быть, лучше, чем на С8? Может быть, лучше. Фишка в том, что конь на H3 ужасно стоит. Ну, давайте, а если я в Д4 пойду, куда пойдёт конь? Что началось? Ну, не на F3, да? Да. Ну, на Ж6 или на Д7. На Ж6. На Ж6. А где, допустим, конь F5. Так. Ферзь G5 не пойти, да? На Д6 висит. Да, там на Д6 подвисает где-то. Следующим ходом хочу конь Е4 сыграть. Напасть на Д6. То есть, я сейчас съем этого белопольного слона за лошадь. Конь на H3 будет висеть. Ну, в общем, я думаю, что Сергей Лобанов, ну, в общем, ищет, где бы ему найти проблемки. Я думаю, что найдёт. А, уже. Слушай, я угадал опять два хода. Ну, значит, и ход конь F5 я тоже угадал. О, пришёл, Даш, твой любимый шашист. А, это уже мой любимый шашист, да? Ну, а чей... Рады вас видеть, да? Безусловно, да. Я вот не знала, что рада. Оказывается, вот как. Любимый шашист. А Алина что, взяла на Е5? Я же только что рассказал, как она за это получит мат. Даш, ты чего-нибудь понимаешь? Ну, вы, вы. Я подозреваю, что вы просто в очередной раз угадали. Ходы на сей раз не самые сильные. Да, ладья Е1 напали, куда ходить ферзём? На С7 нельзя, ладья Е7. На любой ход ладья Е7, только менять. Ну, ферзи 7... Ферзь H8, говорит, железо, ещё есть ход. Оно передумало. Чокнул, что ли? Ферзи 7, ладья Е7, погодите. Теперь брать же надо. Теперь ладья висит. Ладья Е7, ладья Е8, мат. Ладья Д8. А почему брать надо? Почему ладья Е7 не пойти? Вот здесь... А, ладья Е7, ладья Е7, потому что я осёл. А, нет, ладья Е8, я не осёл. Ладья Е8. Взяли. Взяли. И шажок. Шажок. И... Завершав чёрное развитие в следующей жизни. Как-то... Король Е7, ладья Е8. Король Е7, ладья Е1. Да, да, да. То есть ладью не согнать. То есть надо быстрее играть Б6. Б6. Но тут я думаю, что оценка совершенно очевидная. Ладья заходит на Е7 и собирает пешки ферзевого фланга. Собирает выражая в обзору. А можно ещё ладья Е7, ладья Е7, мат попытаться отдать на слон Б7, например. То есть в придачу. То есть совершенно безнадёжная позиция. На Е1, кстати, я бы пошёл именно ладьёй А, чтобы после ферзь бьёт С3. Ладья Е7. У меня не было ладьи под боем на А1. Да? Угу. Ну, тут ладья Е7, ладья Е8 мат. Ферзь H8 единственный ход. После чего чёрным просто нечем ходить. Сейчас H4, H5. Ферзь бьёт Ф8, ладья Е8, ладья Е7. То есть просто ферзь бьёт Ф8 грозит. Так, да. Полностью согласна. Да. То есть чёрные просто не успевают развиться. И так Анастасия Боднорук. Ну, конечно, она пойдёт ладья Е1. Она сильная шахматистка. И такой очевидный ход несомненно сделает. Вот мы бы с ней с радостью пообщались. Ну, видишь, тут пока что даже не подключились к нам. То есть вот мы с тобой участников звонка 2 из 3. Что у нас у Павла Андреевича? Что-то сдаётся мне... Дело труба. Серьёзно? Ну, там строка нарисована. Рокировка. Новинка. H5. Ферзь G3. H4. Ферзь F4. Вот здесь конь С6, говорит, железный дровосек. Это равенство. Последовало ферзь Е4. Напал на слона. Так, очень рьяно, видимо, хотел менять ферзь. ЛЖ, коровы, G7. Конь F6. И G4. А G4, восклицательный знак, грозит G5. А после размена... Висит на Е6. И нам ставят строчку. После конь Е4, говорят, был столбик. Ну, там-то как раз строчка после размена на Е4 и слон бьёт С4. Там несомненная строчка, да, Даша? Вот это вот. Конь Е4, конь Е4, ДЕ. Да, да. Слон С4, и всё собрали. А что, слон С8 не выходит? А, Б5, слон А2 на Е6 висит. Потом на Е4. Вот, Павел Андреевич сыграл конь H7. И железо говорит, что у него безнадёжно. Так, давайте подумаем. Как тут белые могут выиграть? У них, кстати, висит конь. Да, но вот что есть. Какие-то ладеи F7 размены на H7. Массовые. Ну, согласимся. Потом пешки побегут. Что ещё? Конь F7, конь Е6. Да, программы планшета совершенно правильно отметили, что в партии в однорук бивал за ходы типа ферзь Е5, конечно, надо в угол стоять. И лишать манной каши, да? Слушай, ну, лишать манной каши, бля, бля, как это? Звучит как комплимент. Как поощрение, да? Да, да, да. А! А нет ли здесь каких-то матовых атак, Даша? Вот давай, давай попробуем пожертвовать в Эршпиле чужие фигуры. Свои жалко. А вот фигуры Никиты давай поотдаём немножко. Куда король пойдёт? Давай. Вперёд. Вперёд. Так, у меня два варианта теперь. Значит, один совсем наглый. Ладьяев один. Ну, мы же... Что мы же? Мы же... Не, как зевнуть мат, я вижу. Конь бьёт Ж5. Конь Ж5, ладья Ф6 мат. То есть ты королём бьёшь. Да, зевнули. Поэтому королём. Королём. Ладья Ж7, король А6. Ладья Ф7, конь Ж5. Ну вот где-то здесь же должен быть мат. Должен, но не обязан. Чё-то нету его. Аж 4 ещё как-то можно. 4, король. Назад. Ж4, да? Что-то фигуры отдали. Подсказывайте нам, подсказывайте. Ладьяевшись, коньевшись, ладьяевшись. Но А4 там не мат, ладьё отдадут. Так, красиво атакуем. Нам бы слона на С2. Так, хорошо. Давай менее наглое, значит. Ладья Ф7, король Ж6, А4. Надо брать. Здесь уже надо брать, да. Тут мы ладья Ф6. Уходить, значит. Уходить и АЖ. Да. Грустнулась. Это Б5, да? Ну, у нас... Убрали пешку из-под боя. Слушай. Да, Павел Андреевич и не такие позиции спасал. Что-то я не вижу, как здесь... Мотовать. Да, слон белопольный у белых совсем плох. Так, а что же... Что же тут имеется в виду-то? Почему же железо? Может, коньев 7? Вот, конечно, я предлагала сразу. Ладья Ф8 и, допустим, слон Аж5. Или просто коньи Б6. О, так я же на мат напал. Ладья Ф4, ладья Ж4. О. Ничего себе-то вы. И готов, ну, скажем, вот, Б5... Ну, не Б6, конечно. О, Б6. Б5. Ладья Ф4. То есть, грозит ладья Ж4. Если ладья Е8, то еще ладья Ф1 под ключом, да? Ага. Да, конь Ф7 такое впечатление, что просто выигрывает партию. То есть, это не шутки угрожает? Конь бьет Аж8, ладья Ф7, да? Не, ну, то, что железо ставит плюс-минус строчку, мы же должны понять еще за счет чего, да? Вот, конь Ф7 и слон Аж5. Александр Большаков написал. Да, ну, мы тоже своей головой до этого с Дашей дошли, скажем, на ладья... Да, мы не подограли в комментарии, честное слово. На ладья Е8, наверное, еще и конь Д6, может, там, конь С8, ладья Б7. Кстати, тоже, наверное, и слон Аж5, конь Д6, да? Конь Д6, напали на ладью. На ладья Е8 взяли ладья Ф1, ладья Ф7, да? А на ладья Е7. Ну, наверное, продолжили атаку, там, ладья Ф4, да? Да, ну, может быть так. Ладья Ф1, ладья Ж4. Еще слон подключается. Ну, как-то... Да, фальцовская защита опять дала трещину. Да, выглядит, что... Хотя, вот тут как-то я... А, нет, тут все, да. Отдали все. Да, и на Д7, да, падает. Ну, и вряд ли тут можно что-то одной пешкой сделать. Вот даже взяли ее, да? Слон С4, ладья Д4. Да, и там еще слон Д3 грозит. Слон Е6, слон Д3. Слон Е6, да. Ой, как-то конь Ж5. Ну, даже король Ж2 или король Ф2. И съели на Д4. Да, ну, в общем, Павел Андреевич, конечно, неимоверно цепок. Но позицию получил проигранную. То есть, вот. А я болею за него. Да, вот интересно, кстати, определилось ли, что там взявали в партии придорожный Ханин. Придорожный Ханин? Там же, да, там же железо нам рисовало столбик. Минус плюс причем. Мы все не могли найти, что же там не так. И сейчас рисует. То есть, вот, Х3, конь Ф6. Восклицательный знак. Д5. Вот, я же говорю, позиция просто лучше. То есть, просто плохая позиция, да, у белых. Ф3. Поле Е4 прикрыли, но... Погоди, так тут сейчас ладья на Е3, ферзь на Е7. А, так просто вот централизация, да? То есть, запоминаем, что централизация это сильно. Мегазайка говорит, вместо ладья Е1 сразу слон Ф6. После ферзь Х8. Ого! Видимо, поле в позиции... Да, это позиция Насти Боднорук, ладья Е1, вот что имеют в виду мегазайка, ферзь H8, слон Ф6. Ого! Вот так мегазайка. Как ферзя заловила. Вот так. На ладья Е6, ладья Е8, ладья H8, а на ферзь F6, ферзь H7. Да, шикарно. Симпатично. Ну и взяли. Так. Вместо конь бьет Е5. Вместо конь бьет Е5. Говорит, надо было срочно выпускать слона. Ну, не, ну, тут и пешки нету, и позиция хуже. То есть, там слон Ф6. Да, но всего лишь столбик. Александр Большаков. Ну, Павлу Андреевичу Панкратову ход Ф6 принес столько очков, сколько... Ну, я даже не знаю, вот сколько. То есть, как это можно выразить в цифровом эквиваленте. То есть, он на моих глазах обыгрывал Игоря Курносова, там, еще в далеком 2004, по-моему, или в 2005 году. Еще пару сильных шахматистов. То есть, быстро и периодически применяют, и тоже с успехом. То есть, ход, конечно, очень рискованный. Делать такой ход опасно. Мы видим, что черные как-то не развились, и даже в Эншпиле попадают под атаку. Но рискованный ход, ну, как бы мне не нравится слово плохой. То есть, он рискованный. То есть, это ход на победу. Ну, то есть, надо же побеждать. Так. Здесь потихонечку все клонится к ничьей. Белые на Б4 не отдают. То есть, если черные эту пешку не забирают, ну... Да, тогда и не выигрывает. Да, да, Аркадий Либерман. Именно вот примерно так. Рад видеть. Оп. Давайте... Что там у нас, Дмитрий Николаевич? Да, вот я угадал еще один ход. Конь Ф5. И на конь Е7 просто Е4. То есть, смотрите. Конь на А3 сейчас останется вообще... Из-за коня на А3 сейчас слон Ж4 рискует где-то потеряться. Да. Я, наконец-то, дождалась попадания пешки на Е4. Да, да. Что не может не радовать. Даша хотела поставить пешку, но не на первом ходу, конечно. Это не успели просто, да. А начиная... Это интересно, если я с первого хода ждала, да. И так каждый парк. Начиная вот примерно с 14-го хода. Ожидала попадания пешки на Е4 и дождалась. Ну, дождалась именно в тот момент, когда ни... Ни одна фигура черных не может попасть на Д4. Да, то есть... И если даже черные сыграют С5, то и на поле Е5 не так просто оказаться. Вот конь на А3 зашел совершенно напрасно. Ему там было делать совершенно нечего. Ну, он и не выберется пока что отсюда. Прямо сейчас он ни одного хода не имеет. Никита Афанасьев поднял ход кони в 7. Да, да. Я в печали. Ну, а что поделать? Так, ну, не выходит за рамки равновесия позиция в партии Файс, Рахманов, Рахманов. У черных линия А. Но пешку Б4 они съесть не смогут. Белый конь, конечно, на Д4 прямо сейчас выйдет. Ну, и этот тэншпиль, он должен быть просто ничейным. То есть коня Д4 черные разменяют и будет ничья. Хотя, так, внешне он выглядит для черных несколько неприятным. Но более чем уверен, что, ну, в общем... Смотрите, да, Алея пытается запутать. Ничью с легкостью. Она заманивает короля. Заманивает короля на Ф5. Я бы сказал как-то иначе. Пытается проиграть, да, где-то. Но пока король не проходит на Ф5 и, видимо, просто ничья. Если сыграть А4... Я же не сказала, кого она пытается запутать. Может быть, себя. Я же не сказала, кого она пытается запутать. Не, кстати, вот белые вызвали пешку на А5. Вроде бы у черных две слабости. Но слон настолько сильнее коня, что и две слабости он защитит с... Ну, с огромной легкостью. Легкостью. Да, с огромной легкостью. То есть здесь на доске ничья. Так. Добрый вечер, ЦИДЭН. Добрый вечер. Наши постоянные зрители. Да, подходят постоянные зрители. Так, что у нас в партии Нурмухаметова-Гольцева? У Екатерины стабильно получше. Да, висит пешка А2. Если сыграть Ж3, то пешка Ф3 будет при случае попадать под прицел черных фигур. Конь на С3 туповат. Вообще, в этих структурах белая пешка обязана стоять на Ж4, обеспечивая коню Д4 возможность попасть на Ф5 и надавить на Ж7. Белые этого не сделали вовремя и теперь стоят однозначно похуже. Кто? 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 Где? Да, кого будем смотреть? Давайте вот Смирнова Екатерина против Бае Ковановой. Итак, С5 сомнительный ход. Получил эту структуру? Б3. Да, мы угадали ход. Не зевнуло ничего. Не, ну у белых вот железо стоит плюс-равно, но это настолько комфортно и плюс-равно. Ферзь С3 ход не обязательный, это на всякий случай от кони в 3 шаг защитились белые, чтобы в дальнейшем не зевнуть. Кстати, я бы так не пошел ни в коем случае, мне кажется, поле С3 это поле для лошади, которая должна на Д5 перебраться. Но и так неплохо, то есть сейчас ладья Ф выходит на Д1, вот у белых все фигуры работают, вообще все. Даже конь А4, он взял под прицел пешку С5, при случае готов выскочить через Б6, а черные фигуры уперлись в пешку Е4 и никуда не идут. Ни одного опорного поля у черных вот я не вижу в центре. Конь на Е5, красавец, да. Один из семи фигур. Да, на него сейчас будут нападать, как раз. Друзья, на него посматривают, ладья ФД1, ладья Д8, напали уже. Ну, ЦДН, я не совсем понял замечание, то есть я сказал Бая Кованова, но это вроде по-моему. Или я ее... А, что я Байра назвал, да, она Баира, да. Может быть, да. Слушайте, вроде и знакомые, и общались, но иногда вот называю как-то не так. Ну, как бы тоже Бая сильная шахматистка. Искренне жаль, что она вот такую беспросветную позицию получила, но может быть что-то еще придумает. У Павла Андреевича уже все, слон вышел на Н5. Ну что, вот эта партия, видимо, самой первой закончится. Я не угадал. То есть после ужасного хода конь бьет Е5, за который предлагают ставить в угол, конечно же, ладья вышла на Е1. Сейчас ладья окажется на Е7, и в этом эншпиле разноцвет черных спасти не может. То есть форсированный выигрыш, да. Напали, взяли, ладья Е7 нету, ладья Е6. Ну, тоже бред, ладья Е1. Или ладья Е8, ладья Е8, ладья Е1. Вот, поэтому ладья Д8, ну и просто ладья Е1. И черные не успевают защитить пешку H7 слоном с F5 и получают мат. Понятно. Вот. Ну, тоже... Один ход не доделали до мата. Шахматист из Новосибирска предлагает посмотреть партию... Это что? Тханина, наверное. Тезина, Романа. Я бы с удовольствием, но... Шахматист из Новосибирска, вы заходите на наши трансляции. Как только Кезин Роман попадет в семерку, в это, в 14 сильнейших, в первые 7 пар, вот, он сразу попадет в трансляцию, и мы его обязательно посмотрим. Да, у Романа пока 2 очка. Ну, вот ферзь H4, ну а зачем от добра добра искать? То есть, ладья H7 выигрывала, ну просто молниеносно. Ну, конечно, и здесь спастись будет непросто, но... Ладья H7 грозит слона H6. Так, ну вот, допустим, я плюнул на идею слона H6, я там ферзь F6 сыграю, а на ладья E7 я уже ставлю ладью на F7, и никто меня не замотовал. Вот просто зачем это было нужно? Ладья E1, наверное, правда. А, во-во-во-во, взяли-взяли, и ладья E8. Ладья E8, да. Что-то пытается выпустить свою противницу. И что тут делать уже? Ну, как-нибудь, ничью, наверное, и здесь можно сделать. Пытается выпустить свою противницу Настя Боднарук. А, вот у нас заходят совсем новые гости, я вижу. На какой платформе идет турнир? Турнир идет в Челябинске, на платформе, расположенной по адресу улица Ленина, 35. В большом зале, да, второй этаж. То есть это живой турнир. Первый сильный живой турнир. Первые два сильных живых турнира. Так, что тут у нас у Максима Чигаева происходит? Белые провели F4. Да, пошла пешка, пошла пешка. Адреналин, честно, предложите как-то сформулировать иначе. То есть, если, допустим, только что была легчайшая победа, а белые на месте Анастасии Боднарук сделали какой-то другой ход, ну, конечно, они пытаются, пытаются выпустить свою противницу. Да, выпустить весь перевес. Выпустить перевес, да. Павел Андреевич пожертвовал качество. Ну что ж, жертва качества – это достаточно стандартное явление во французской защите. Пешек у черных очень много. Но боюсь, что проблемы с королем. Там у нас еще считают варианты в партии Биол, Боднарук Биол. Слон Д7 под боем, да? А, ну вот. Там Ладья Е7, слон А6. Не, ну как слон А6? Слон А6, а я просто отдам вам ферзя, и вы устанете у меня выигрывать такую позицию. Черные поля атакуют ровно один ферзь, и вообще я потом еще вот к этим слабостям привяжусь. Если удастся линию Е схватить, то точно у черных будет лучше. Надо играть Ладья Е1, но и никаких матов здесь уже нету. То есть на Ладья Е7 слон А6, конечно, да. И взяли, отдали ферзя. Да, вот Ладья Е7 уже компьютер привел вот этот вариант, который я вам чуточку раньше указал. То есть эту линию мы все задолго до компьютера видели. Ну давайте что... Да, и наверх до Насти. Да. Ужаснемся позиции Ильи и Илюшенко. Да не так уж прямо ужасно. Конь Д5 грозит вилка, король Б8 сбежал, второй конь поскакал на Ф5. Ну, можно было просто разменяться на Ж4, сыграть как-нибудь Ладья Е1, потом Аш5, конь Ф5. Но Владимир пытается при ферзях здесь действовать. Ну, как бы... Ну, ужаснемся, что слон Ф8 так и остался мертвым слоном. Здравствуйте, Беркут 0-2. Ну, просто казалось, что партия закончится быстрее и разгромнее. Очень приятно, Руслан. Так, да, мы считали, что эта партия закончится первой, потом в следующем названии первой, закончившейся, была вот эта. Вот эта. Погодите, а она сейчас закончится, но в ничью. Ладья Е7, Ладья Е7, Ладья Е8. Фантастика. Такая... Вот это все состоялось? Да, это все состоялось. Такая сильная шахматистка, как... Анастасия Боднорук просто выпускает победу. Вот, то есть... Ну, там, конечно, в этом разноцвете при перзях и без пушек тяжеловато черным заищаться вот атаки по черным полям, но все-таки... Ух ты, Павел Андреевич! Какую красоту нашел! Ну-ка... Итак, как мы и говорили, Конь Ф7 и слон Аш5 найдено. Б5. Ладья пошла вставить мат. То есть это мы нашли и нашел Никита Афанасьев. И ладья бьет Ф7. Король Аш6, напали на слона. Аш4. Страшный силы ход. Кажется, что можно сдаваться. Грозит Ж4, ладья Ф1. И там матовые угрозы. Но Конь Ж5. Слушайте, если честно, страшно хочется сдаться и здесь. Вообще, да, мало что поменялось. Слон С8 не выходит. Пешка на Ж5 у белых образовывается. Да, ходы королем рано или поздно закончатся. Вот, скажем, просто взяли. Король бьет. Ну и как-то пошли королем куда-нибудь в центр. То есть пешка Ж5 нас вообще не интересует. Как черным развивать слона С8 я просто не понимаю. Висит на Б5 при случае. Да, опять слона С6 как-то совсем тоже не понимает. И с матовыми угрозами надо считать. Что я, может, вообще Ж4 хочу поотдавать эти пешки. Потом ладья Ж1 и по линии Аш мат. То есть вот если пешки Ж обе снять, то очень быстро будет ладья Ж1 мат. Кстати, может быть так и надо, не король Ф2 просто. Ж4, да, как-нибудь. Будут сопределяться. Не будут есть, будут за ними прятаться. А как? То есть на А4, Ж6. Вот уже съел на Ж5. И, в общем-то, ну да, вот допустим, Ж4. А как ты за ними спрячешься? На король А4, Ж6. На король Ж6, ладья Ф6 и Ж6. И снова слон не выползает, да? А на ладья А7, ладья Ф1, игрожу ладья Ф7, ладья Ф7, ЖФ. И потом пешкой Ж, короля СФ8 сталкиваю. Так, ну-ка, ну-ка, что-то там Степан Лисов написал интересную вещь про партии Бат... А-а-а! Ой, Роман Юрьевич, что ж ты такой позорник, а? Смотри, Даша, что мы тут с тобой обнаружили. Что после ладья Е8 мы не заметили, что на Ж7-то с шахом бьет. А-а-а, господи, с шахом! Значит, на ладья Е1 угрожает ладья бьет Ф7. Ладно, хорошо, снять с нас разряды. Разряды-то не просто снять, еще их надо кому-то... Кстати, белые не угрожают взять на Ф7 и сыграть ладья Е7 из-за хода ладья Е8. То есть у черных появился какой-то темп на, ну, вот, допустим, аж 5 там, да? Так. Вот и Варенька. Варенька отправила нам на чай, по-моему. Нет? Вдруг на кофе. Да, Варенька отправил 150 рублей на чай. Спасибо, Варенька. Да, очень он нужен. А то, видите, не вижу такой элементарщины, как ладья бьет Ж7 шах. Так я тоже, что ладья Е8, и это и все. Потому что мат на Е1. Но мат же старше, может, на шах матом ответить. Мат старше. Мат заканчивает партию. Да, согласен, да. Не, ну, аж 5, кстати, ладья Е7 нету. На ладья Е7. Вот здесь-то точно ладья Е8, здесь без шахов. Другой момент, что, опять же, и белые могут, наверное, просто сыграть аж 3. И как-то позиция выглядит по-прежнему мрачной. Сейчас, может, ферзь F4, словно F6. По мрачной еще не выгодно, там-то, конечно. Но до победы еще, в общем, далековато. Надо стараться, работать, работать. Пахать и пахать. Да, спасибо, Степан, за обнаружение некоторой слабости тактического зрения. У меня G6 сыграл Никита Афанасьев. Просто отдает эту пешку. Ну вот. Сдает те пешки, за которыми собирается прятаться король. Ну да. Просто сдает и ставит мат. Да, видимо, ладья Е1. Да, король G6, ладья F1. Допустим, черный... Стоп, нет, F1, конечно. Уронили, да. Допустим, черные ведут ферзя, белые ведут короля, потом ходят G4, потом дают шах и ставят мат на G7. То есть вот такая достаточно простая победа. Ну да. Король, две ладьи и пешка G. Да, тут быстро сплетут матовую сеть. Так, что у нас... Ну-ка, погодите, погодите. Мы возвращаемся к этим совершенно бесстрашным бойцам. Кому именно? Боднорук Бивол. Ферзь бьет C3. А, все, мы здесь. Ферзь бьет C3. То есть горит дом у черных, и они забирают еще одну пешечку. Они на Е1 напали, ладья бьет F7. Это нормально. Погоди, сейчас форточку сделаю, и будет ладья бьет X7. Возьмут довернуться. Нет, нет, нет. Ну вот здесь точно у белых должен быть форсированный и достаточно несложный выигрыш. Осталось только... Да, не в чем я тебя противоверенна. Осталось его найти, да? Да, осталось немножко. Ну давайте вот сделали форточку. Как ходить? Следующим ходом собираемся поставить короля на H2. Так, неторопливо. Чтоб потом ладья бьет F7 грозила. Так. Если пытаться упаковать короля, ладья F8 ходить. Ладья F8, да, бить на F7 глупо. А тут мы уже слона F6 будем где-то выгонять. Еще ладья E5 интересно. Туда прицелиться. А выигрыш не кажется таким простым. Ой, вообще не кажется. Может слон H6? С идеей на ладья E7 взять ферзем. H3 сыграла, ну да. В общем позиция белых 100% выигранная, но в то же время от них требуется серьезная работа. Но как именно мы вам не скажем. Могли выиграть очень просто. Да, вот так как я вам показывал перейти в Эншпиль и дать в нем мат. Степан живет в Санкт-Петербурге. Гаганов. Давайте посмотрим более спокойную позицию. Что тут произошло? Так в общем-то пока ничего не произошло. пришли королем на В5. Погодите, забирают пешку В4 что ли? Ну то есть белые обязаны играть ладья А5 шах. То есть на король С6 ладья вернется назад. А на король С4 я думаю надо играть С6 срочно. ДС шах. Ну и в общем-то это ничейный Эншпиль. Со сдвоенными пешками Ф это самая простая ничья. То есть сейчас король возвращается на Ж2 и все. И ничья. Да, ладья А5 шах последовала. Вместо король Б5 был ход Е5 с угрозой Е4. И на ладья А3 просто хотим пойти Е4. И сейчас на ладья Д6 король С4 в общем и снова грозит Е4. Да? Да, мы не можем. Мы не можем, да. А вот после король Б5 похоже, что вот это форсированное ничья. В которой все давно ишло. Кстати, после король С6 черные вообще ничем не грозят похоже. Или грозят взять. Грозят. А, ну вот ладья А4 тогда. А после король С4 я просто думаю обязательно ли вот так вот избавляться от пешки. Не, ну если это приводит к ничьей, то почему бы не форсировать? Ну да, то есть С6 сразу ничья, по-моему. Что-то наверх на белое должно делать все-таки. Ну у черных активный король, слон против коня. Поэтому должны. должны. Так, ну за кем мы давно не смотрели? Бая Кованова. Так, ферз С8, слон ДС. Вот не хотел я занимать ферзем поле С3, потому что сейчас коль на А4 не попадает на С3. Но тем не менее у белых все равно получше. Взятие на Б5 белое, конечно же, не бояться. Ну, можно ладья в Д1, например, пойти. усилить давление по линии Д, пригрозить ходом конь Д6, то есть такая централизация, ну, даже не знаю, как тут черные ответят. Да, ладья должна пешку опять защищать, то есть, ну, взятие, наверное, белые не опасаются. Ну, не знаю. Не, ну, вот это. Может быть. Может, взял на С5. Могу, наверное, не спешить. То есть, вот как-нибудь так, чтобы еще на А5 висело. Или вообще на А5 взять. вот. Опять не знаю. Да, и сейчас ладья до 8. Еще что-то я... Так, нам подключились. А, к нам подключились, а кто пришел? Здравствуйте, да. Здравствуйте, сейчас я... Афанась. А, Никита выиграл, да? Сейчас, секундочку. Сейчас технический директор все настроит у нас. Секундочку. Так, вот. Да, у нас оказался повержен. Павел Андреевич. Сейчас поведают, как же именно это случилось. Да, сейчас мы... Расскажи. Правильно я делаю? Вот этот... Так, нет. Да, 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 только надо еще вот так сделать. А. И... Вот этот... Настя, сейчас мы мою доску найдете, да и все... Да, конечно, ну доску-то я виза... Да, секундочку, мы еще просто изображение не вывели. Нам нужно еще найти... Да, вот. Все, место... Все, мы вас нашли. Спасибо, что зашли в гости. Так, доска, вот она. Значит... А, ну с самого начала наверное правильнее будет начать рассказ, но... Здесь, в общем-то, все была подготовка, ну прямо до 13-го хода, да. До 13-го? То есть вот эта линия... То есть ход H5 для меня стал уже неожиданностью, да, я имею очень маленький опыт, да, тем более в классику, это был мой первый опыт, ну за белых именно в этой системе. Поэтому... Но... Я долго выбирал между Фирси 4 и Фиржи 3. Фиржи 3 мне не нравилось, потому что, ну, на F6 я не атакую, и черный, ну практически любой ход могут сделать. То есть там даже конь С6 как-то условно пойти, на С5 отдать, ну и хорошо развиться спокойно там. Конь Ж7, конь С6, и я не видел никаких проблем особых. А вот, вот вместо H5 вы готовили, конечно, Фирси 4 по аналогии с партией Перунович-Панкратов, да? Нет. В партии Перунович-Панкратов в Кемпе... Ну там ладья С1 было, да, но вы тоже, наверное, Фирси 4 рассматривали в первую очередь. Да, я видел этот пакт, но на самом деле Фирси 4 практически самая четкая, несмотря на то, что есть ходы Фирси 5 и Фирси 6. Да, в комментариях писали, что Фирси 4 в этой позиции надо спинять. Я могу показать красивый вариант после Фирси 4 и Фирси 3. Там получается, ну, красивые нищие, белые отдают несколько фигур, ну, они почти все отдают, но ставят вечный шаг. А у нас, к сожалению, вот, я пытался при подготовке стрима, значит, на ЧС-24 подвигать фигуры не получилось. Тогда, значит, вот, вот как мы здесь, здесь у нас нет на плейчессе при подготовке стрима у нас была возможность подвигать фигуры, а сейчас нет, нету. То есть, он не дает негодяя. Я не знаю, с чем это связано. Ну-ка, может быть, я могу сказать просто, да, словами. Вумен наша аудитория попыталась представить, да, Фео-Се-4, Фео-Се-3. Сейчас, погодите, две секунды, я попытаюсь сделать такую вещь, так, открыть ЧС-бейс, и если эта партия попала в завершенное, то мы попробуем этот красивый вариант все-таки посмотреть. Так. Стар, что-то... Да, вариант примерно ходов на 10, он не очень длинный, но достаточно красивый, то есть там, за черных требуется сделать пару точных ходов. Хорошо, вы видите, да, вот молодежь, вариант ходов на 10, он не очень длинный. Да, он не очень длинный, не очень длинный, я... Стоп. Мне понравилось. Сейчас, момент. Окей, вот, и мы должны его искать в Game History, 2020 год, сентябрь, может, сюда он попал. Так. И он должен быть под последним номером. Нет. А если просто доску открыть? Нет, нет. А, да, давайте... Открыть доску? Да, да, так это... 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 Отличная... Давайте просто... Отличная идея просто открыть доску. Отличная идея, да, и я знаю, как ее настроить. Сейчас... Да, так вот. Я открыл, ходов не густо, поэтому мы очень быстро их воспроизведем. Все, сейчас 2 секунды буквально, и технический директор у меня все настроит. А можно, кстати, просто текст партии скопировать. Он копируется. Точно. Но можно и вручную забить, в принципе, ходов-то действительно немного. Да, то есть я могу и вручную. Сейчас попробуем скопировать, вставить. Да, это тоже отличная идея. Даша, молодец. Да, вдруг нам придут те, у кого ходов было чуть больше сделано. А мы такие, хоп, и подготовились. Так, и сейчас 2 секунды. Все сейчас могут увидеть в прямом эфире, как... как настраивается... Как это делается. Так, как она... Одна доска закрывает другую. Да, в наше время, наверное, такие действия умеет делать каждый первоклассник, да. Хотя, может быть, я немного преувеличил. А я не умею. Видите, тут специально обученный технический директор сидит рядышком. Ну, это правильно. Надо, чтобы каждый делал свою работу. Вот видите, нам не хватало, не хватало человека, который нас мотивирует. Да, с вами приятно общаться. Да, сейчас один момент. Сейчас я контроль целью. У меня максимации на эту партию было достаточно. Дело в том, что, да, до этого, в 19-18 году я уже успел прыгать в классику, да, либо стерл в две партии. правда, я играл черными, но все равно это... То есть, у меня за ним имелся... Зуб имелся. Должок. Так, ну тогда мы быстренько пробежим очень быстренько вот этот дебют, добежим до вот этой симпатичной позиции. Да, хотел длинный вариант же эту фигуру показать. Да, ферзь е4. е4. Да, ферзь g3. Ферзь бьет е2. Да, ферзь е2. Еf, gf. Так, напали на мат. Да, вот здесь я, кстати, стрелочки могу рисовать. Напали на мат, на ладью. очевидно, что после конь е6 совсем печально, что хода король е7 нет. То есть можно показать ферзь d6, король е7 и ладья е1. И ладья бьет b7 еще, что ли? И ферзь е6 нет? А, конь е5. Да, соответственно, без всяких там излишеств. Вот, на еf надо бить gf. Да, сейчас ко мне подошел кокарев и сказал, что я должен быть потише. Все, понял. Понял, чуточку потише будем. gf. Да, я сейчас пробую звук немного убавить. Да, это правильно. У тебя, правда, не в вас, а во мне все-таки, потому что я привык говорить громко. EFGF. Да, но ладья 1, ферзь до 3. Ферзь до 3. Поли ебда ну и здесь можно сразу я бы себе можно дышать чуть похитрее вы видите. Король должен здесь именно четкий ход, делает ничего, потому что если король же 7, вот можем показать король же 7, взяли взяли на B7 и F7 и F7 шаг материал отыгрывается, а инициатива остается. Просто взяли на B7 и на A8 да? ну да, и на E6 висит нужно ходить король E7 поэтому все равно ладья бы здесь да, взяли взяли ну и здесь разница в том естественно что на персиде конь E7 появляется да есть и поэтому не все в порядке поэтому должны брать король G7 король F8 ведет быстрому мату после слона 6 видно король F8 ведет вот ну мы покажем конечно ведет быстрому мату после слона H6 конь H6 ферзи F6 конь F7 конь E5 а ну нема туда все достаточно печально человек короче 7 должен ходить конь E5 конь E5 такой красивый тучок находится а тихими ходами нельзя попытаться конь ездит F4 ничего не дает проблема в том что у белых нет удобного шаха нет я думал может конь F4 конь F5 потихоньку подкрасться на конь F4 даже сложно сказать что будет но видимо это достаточно медленно не хватает ладьи слона но как бы они тоже как-то дремлют немножко может удастся за это время подсобрать а ну F4 F2 есть у меня пара шахов ну да слишком много отдали да жалко поэтому конь E5 отдаем еще немножко F4 F5 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 не 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 F5 слона H6 еще более экстравагантно и после F6 F5 вечный шаг получается неожиданно F5 тут еще как-то черным надо точно отойти чтоб мат не получить нет черные могут как угодно ходить то есть KG6 KG7 но они только вперед не должны идти на G5 на G5 иначе будет все плохо да после KG7 там H4 так KG7 F5 ничь а KG5 H4 и там на H6 тут видно то есть вот так вот недалеко вы посчитали варианты и сделали рокировку ходов на 10 H5 нет H5 мне кажется чуть ли не новинка но на F3 я удивился ходу H4 потому что мне показалось что это неточность можно было KG6 я думаю сильнее было развиваться можно спокойно и все и пытаться ну да на KG4 есть ход KG7 защищаться да то есть в целом позиция выглядит вполне боевой F4 можно попытаться с G4 черные черные у черных плохо с развитием поэтому они стоят пассивно но достаточно крепко и пешечка лишняя есть KG6 KG7 гидравмония позиция они как-то это тем более угрожают размяну F3 при случае а возможно вторжение F3 на D6 после EFGF ничего не дает само по себе то есть то есть потом Марс может прийти в движение F6 и ладья по линии G заработает да F4 удивительно но даже здесь вот железо говорит что KG6 примерно равная позиция не ну в принципе да здесь практически везде комп оценивает как равенство позиции но в F4 я в ходу удивился практически до матов потому что чуть позже станет чуть позже станет понятно почему я ну разница при пешке на H5 и при пешке на H4 ну всего этого всего этого варианта с разменом ферзей разница достаточно существенная то есть взяли ну давайте дальше пойдем FG взяли слон F4 да C4 в принципе ну может быть правильный ход но если он проигрывает то может все-таки надо было отдать уже KC6 не ну KC6 здесь все достаточно печально то есть у белых просто бесплатная инициатива то есть там еще с основным на C8 большие проблемы я не вижу как можно развиться согласен да то есть можно как-то ладья 1 даже спокойно сыграть или слон D3 там то есть слон D3 слон D6 не ну так может KG6 пойдут но в общем-то это сути дела не меняет ну да слон D3 может чуть поточнее что KG6 нет и E5 нету всегда съедим и ладья E1 грозит там уже KG5 и слон бьет G6 слон я да поэтому C4 выглядит разумным и вот здесь очень сильный ход G4 то есть просто чувствуется очень сильный грозит G5 и вот здесь уже видна разница огромная между пешкой на H4 и на H5 и пешки на H5 такого ресурса бы не было и вскрылась и вскрылась линия F то есть позиция оставалась ну хоть как-то закрытой и здесь вот железный дровосек пишет что надо было ему конь E4 защищаться ну понятно что да я смотрел но я планировал играть да я бы 6 такой жесткий ход то есть чтобы B5 не допустить и я считал что должен здесь как-то реализовывать ациклип и хорту от танков ходом ладья B6 не видно как их спасать теперь по одной пошли и собрали да то есть с коней я просто легко основлю материальное равновесие у меня связанные еще и отдаленные то есть очень комфортная позиция должно быть выигран после конь H7 конь F7 да мы с Дашей долго достаточно искали но потом нашли конь F7 слон H5 нам подсказывали зрители вот а ну конь F7 кстати я далеко не сразу увидел идею да то есть потому что увидеть надо было именно проблема я не говорю я после хода H5 потратил очень много времени для себя это чуть ли свой рекорд не установил по раздумиям над одним ходом то есть надо было как-то немного рациональнее расходовать но в общем-то так тоже неплохо получилось да я считал что моя инициатива должна должна быть чем пешки которые какие-то беспроходы но вот ладья F4 важно было заметить то есть грозит ладья G4 мат и черная беззащитна то есть дальше добивание очень жесткое H4 очень симпатичный ход не выпустили коня H4 я не сомневался что это сильнейший ход потому что конь стоит достаточно плохо и нельзя его просто так бесплатно выпускать есть возможность так сходить ну и дальше тут тоже очень жесткий ход G6 после которого очевидно что потеряв уже белая мат стоит да это мы тоже нашли а и все и ладья F8 достаточно приятно что даже мне не пришлось считать никакие A5 B4 потому что для этого нужно хотя бы 3-4 лишних темпов да то есть никакой контр-игры черные получились не успели ну что спасибо Никита спасибо что рассказали про партию ну что успеха вам в турнире очень приятно было вас послушать спасибо приходите еще еще естественно победа спасибо 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 удачи до свидания до свидания да сейчас там звук надо выключить теперь я отключу сейчас звук отключу все готово я отключила так а мне нужно вот так вот сделать и мы тоже отключили да очень очень интересная партия была эта партия Афанасьев Никита играл с Павлом Панкратовым вот и победил да видимо после да где-то на выходе из дебюта все-таки Павел Андреевич был неточен Лен как убрать то вот эту доску самая верхняя да то есть вот так хоп да давайте-ка посмотрим на Дмитрия Николаевича Кокарева он заходил и говорил что Никита очень громок но тем не менее мы мы-то болеем за Дмитрия Николаевича и так вот Е4 и у черных слон Ж4 и конь Аш3 рискуют потеряться просто потеряться Ферзь Д7 очень сильный ход а у белых рискуют потеряться пешкой Ф5 она решила потеряться на поле Ф6 кстати конь на Аш3 заезжает черных от мата погодите Ферзь Е6 а не зевок ли это а если я взял то что а я то думал Ферзь Ж5 Ж6 Ферзь Аш6 а здесь Ферзь Ж4 неожиданно и уже у белых висит ладья то есть Ферзь Е6 это не зевок и черные хотят разменять Ферзей и как-то прицепиться к коню потом к пешке Д4 ну не знаю железу очень нравится позиция белых но мат пока я не вижу нравится а мы не знаем почему нет почему я могу объяснить конь на остри пока застрял и пока что вне игры может по Е4 пойти Конь Е4 да во прекрасно а правда куда потом как куда а потом может быть конь Ж5 и после размена уже мат ну допустим давай посмотрим может быть Д5 конь Ж5 Ферзь Е3 нету мы взяли на Аш3 Ферзь Д7 есть но мы там может быть на Ж7 возьмем на Ф7 висит вот поэтому погоди а ну взятие конь Ж5 вот вот как раз к мату ведет то есть надо обязательно играть на Конь Ж5 Ферзь Д7 а ну и белые просто пешку допустим могут выиграть взяли взяли а погоди да и Ферзь Ж5 единственный ход Ферзь Ж4 взяли взяли ну и взяли на Д5 там еще на Б7 на Ф7 начнет зависать да я вот просто думаю если все-таки на Конь Ж5 как-то Ферзь Е2 Ферзь Е2 и бить слоном ну я не знаю Ферзь Е2 Ферзь Е2 слон Е2 да теперь ой ну не ну я взял на Ф3 взяли 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 две фигуры за ладью ну правда ладья тут А2 да как-то заходит за пешкой А2 там еще на Б3 будет слабость ну да А4 наверное надо пойти на ДЦ слон бьется 4 хочу взять на Д5 и пойти Конь Ф4 я думаю лучше у белых так а давайте посмотрим в парте где динамичные события развивались например Боднарук Бивол все-таки не закончилось ли там чем-нибудь относительно логичным давайте Боднарук Бивол еще ой ну там еще долго будут играть H3 ладья F8 вот тут железо сообразило что у белых совершенно выигранная позиция проще всего выигрывала слон H6 и единственный ответ черных знаешь какой ладья А8 и после короля H2 нет защиты от ладья бьет F7 ну да разноцвет при таких черных полях вокруг короля спасти невозможно это очевидно так там события вижу Илюшонок вижу события да Илюшонок что-то мы давно давно тут не были ферз да вот как король B1 и белые повели куда-то ладью на G3 а черные решили съесть пешку H4 вот так конь встал на F5 и белые выиграли уже белые съели пешку конь бьет ничего себе какая жертва ну это видимо зимок все-таки не жертва да только на коне в два рассчитывали но что-то отсчитались тут конь F6 и все и белые выигрывают конь защитил ладью мат по первому ряду теперь не приоритет просто лишняя фигура ферзь E6 да или как там ферзь F1 ага и на F8 вот оно что и на F8 висит слон ну да и там потом просто B3 кстати возможно партия закончилась уже потому что горит тайм вот с Володей бы еще пообщаться было интересно а нет партия идет партия идет так в общем здесь после F6 E6 да давайте после F6 думают нет думают нет нет я сейчас бомбе проверила у нее E4 уже а в этой партии я думала что про ту там тоже F6 нет все здесь здесь думают так вот Мальцевская Грифулина еще не закончилась что тут король прошел на F5 ну что ну ничья да конь F7 слон куда-то сбежал конь съел король B4 конь E4 правда тут погоди тут а мы а мы пешку держим да слон B6 G6 слон D4 ай 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 тут проблемки могут возникнуть может не выпендриваться там слон C3 пойти у них 7 слон A5 конь G5 король B а где ну вот король B4 D4 ай и на колье A4 слон D8 да просто вернуться и на G5 есть слон B5 да так нет я не об этом я имела король B3 B3 G5 слон C3 конь и белый перс а раньше проходит да 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 я че да я обсчиталась конь F7 может быть на коне F7 слона сюда поставить вообще чтобы он с поля F4 просто задержал и все вроде бы конь D6 ой там вообще другая позиция что слон B6 пошли да да какой тут у нас ход у нас почему-то все вообще не последовало слон B6 конь G5 слон E3 а ну это ничья конечно слон легко справляется и без помощи короля то есть здесь диагональ достаточно длинная да Володя свою партию закончил там Льюшонок сдался вот так давайте да вот вот эти мы закончили конь E4 ферзь F1 да кони оказались в связке ну что интересная партия да можно только мечтать о том чтобы к нам в гости пришел Владимир Кудасеев и поведал разных нюансов тактически ну да как это он так запустил вперед все пешки в дебюте да да тогда пока наверное закрывать не надо вдруг что-то чудо да будет быстренько скопировать да 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 а я прямо сейчас скопирую на всякий случай вот и все вон туда оп control V оп вот и у нас вот еще одна партия просто она будет там же если что на всякий случай она уже скопирована так хорошо о давайте посмотрим придорожный ханин там нам объясняют почему это было минус плюс столбик доходчиво кстати весьма придорожный ханин да вот на нижний а вот центр пошел уй-юй-юй слон ну-ка G4 D5 вот центр побежал да ладья E3 кстати я ход угадал C5 что-то слон Алексея придорожного на 1 загрустил да D4 пишет самый жесткий вообще ход ну вообще со слоном на 1 я бы в первую очередь изучал ход C4 да кажется что ход D4 дает шансы на жизнь этого слона но железо считает что это сразу выигрывает да а что будет на простое CD на простое CD конь D5 наверное куда-то на C3 его нет как знать конь E4 может А может вообще слон C3 разменять темат на G2 на B2 ой все да приплыли вот ферзюм а нет ферзюм тоже непонятно куда попадать конь D5 да да конь D5 смотрится куда там на C3 прыгаем еще DC ну прыгаем а может вообще C4 кстати C4 тоже интересно да но прямо вот чтоб выиграно выиграно что-то я не уверен не вот я бы ходил C4 конечно в этой позиции пешку C3 зафиксировал слона A1 в общем объяснил ему его место а вот так а в партии погодите а D4 это последовало или нет Даш посмотри на бомбе может быть это да в счет у нас начали все партии забиваться шутка просто ну я бы C4 играл однозначно мне дали переходить какие уж тут шутки нет все серьезно D4 C D4 было я угадала ход вот здесь D5 что Cb c3 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 все таки не ну c3 мне кажется там как то дают шанс заблокировать эту пешку или не дают то есть ладья E1 нету из-за c2 шаг да конь E2 нету конь D3 ладья E2 и c2 да c3 может быть очень сильным действительно так D4 там Алина с Настей я все переживаю закончилась эта партия или нет что вообще могла бы сейчас посмотрим сейчас я увеличу чуть-чуть размер оставшихся досок удалив одну партию которую мы уже рассмотрели Алина с Настей ферзь F4 да нет еще не закончилась но оценка очевидна то есть угрожает я так подозреваю не столько слон бьет F8 сколько ладья бьет F7 на король бьет F7 ферзь C7 шаг а на ладья бьет F7 ферзь B8 шаг но там можно неожиданно пропустить шаг на E1 а вот шаг на E1 на ферзь B8 не надо пропускать да и вот тут я поняла значит король H2 угрожает поводов радоваться французской защите не так уж и много 2 французских и 2 нуля дело же не в этом это понятно только что нам Никита объяснил что Павел Андреевич держал ничью правда в такой достаточно страшной позиции вот а здесь ну Алина ну как можно было на E5 взять ну и ход G6 конечно вызывает массу вопросов так а у Дмитрия Николаевич мы просто весь этот вариант угадали что ли я не уверена сейчас я сейчас я проверю потому что так пишут по E4 D5 и черные уравняли неожиданно да просто D5 было а больше сток нет подождите вообще не было этого и конь E4 не было то есть стоит позиция после хода H6 умудрились черные D6 конь E4 было да вот D5 надо было ходить они сыграли H6 H6 да и на H6 получили D5 сами позиция абсолютно выигранная да конь на E4 теперь то есть вот загнав коня на H3 вот так вот черные очень серьезно затруднили себе достижение равенства то есть у них появились шансы на перехват привет Павел рад вас видеть вот появились шансы на перехват а вот уравнять как раз сделать ничью при коне на H3 сложнее потому что он или стоит здорово вырезая белого короля в окончании допустим или стоит безобразно оказываясь вне игры в середине партии вот в данном случае ну после D5 он оказывается вне игры да все черные сами должны были пешку на D5 ставить иначе как-то совсем все грустненько так что у нас еще интересно да вот давно мы не смотрели партию Екатерины Гольцевой нас просили ее показать да мы решили что там мало что будет происходить ну как вынудили G3 как я и говорил и начали приставать к пешке F3 по белым полям то есть черные работают по белым полям я не уверен в правильности размена на G3 потому что пешка H2 ну уж очень хочется ее просто съесть может быть H3 стоило зафиксировать вот ну и так неплохо теперь есть слабость на G3 пешка Е4 тоже нуждается в защите то есть Екатерина так ну неплохо очень ведет эту партию так кого давно да и будет вести еще долго будет вести очень долго так между тем перехватил как раз Александр Рахманов инициативу в партии против Арамилев из Рахманова значит вроде бы белые так вот давят поле на D4 для коня слабая пешка C6 вот все красиво но после размена на C6 конька с поля D4 согнали и здесь надо было я думаю делать мячью разменом на E6 после конь B3 черные схватили единственную открытую линию теперь у белых слабая пешка C5 а слон на C6 прекрасно защитил слабые пешки B7 и D5 то есть до этих пешек теперь не добраться да правильно Алексей горбанов горбанов так Павел сапфиров у Павла вроде с обонянием были проблемы но со зрением то что яблоко от клюквы можно не отличить что ли надеюсь что у вас сейчас уже все в порядке да да зрение обошли Алексей скотина она давно называется верблет это герб Челябинска да герб города Челябинска да после ладья А4 так вот незаметно в такой изначально казалось бы чуть худшей позиции черные перехватили и стоят уже с достаточно приличным перевесом конь Д4 теперь не пойдешь из-за размена на С3 потом на Д4 и белые без пешки повторю до пешек Д5 и Б7 не добраться а пешка С5 под прицелом более того при надобности черный слон с легкостью выйдет вступит в игру путем Д4 ну и король черных с легкостью выйдет в центр единственная открытая линия полностью она ну настолько захвачена черными что сложно представить как можно в общем там белым за нее побороться отлично у меня уже я уже что-то подустал с трудом слов нет одни эмоции с трудом ищу правильные слова так что у нас здесь здесь наконец-то 20 раз пришлось ткнуть да вот ладья е6 вот в этой очень неприятной позиции которую железо оценивает всего лишь как плюс равно на мой взгляд она очень тяжелая и после ладья е6 ферзь c1 черные сделали такой странный ход как b6 то есть если ладья а6 только что заищала всего лишь пешку опять и могла при случае выйти на е6 допустим ну ценой пешки опять то сейчас ладья са6 вообще никуда выйти не может она вынуждена держать пешку b6 здесь надо было стоять на месте играть ладья е8 после b6 конь уже вернулся на c3 и в общем белые схватили массу полей слабых единственную открытую линию поле b5 поле d5 на e4 на h6 висит на f6 там всякие удары ладья бьет f6 конь d5 там тоже слон h6 потом все грозит то есть позиция черных безнадежная увы увы кэмил спонсирует турнир даже нашу трансляцию кэмил не спонсирует а вообще я кстати мог бы ну не знаю я уже 10 лет этой гадостью не травлюсь и очень доволен так что у нас ну ради такого дела прям в эфире забыл ну какого дела так ладно ладно что тут у нас произошло ладья a5 король c6 вместо ладья a4 ладья a3 черные все таки поставили пешку на e5 но сильный ход f4 вроде как вместо погоди вместо ладья a7 был ход король c4 ну правда тоже ну что там король c4 если белому удастся разменять коня на слона то сразу ничья да павел знает какой ударе разряд по шахматам то есть павел мне кажется каждый раз это спрашивает да просто шутит да ладья a7 сильный ход f4 белые выбивают опоры из-под слона d4 прекрасно я подхвачу чтобы из-под вас не вылетела опора я поддержу в нужный момент да нет павел не надейтесь меня пока разряд не сняли ну в общем видимо ничья так а почему здесь нам все вернули назад то есть что тут вроде было слон b6 а и вот такая ничья то есть чтобы не было вилок лея просто увела короля очень далеко ну и ничья тут не за горами а лобана просто сдался вот из того что я вижу на час бомбе после хода d5 стоит результат 1-0 вот так вот сразу после d5 да почему-то возможно сегодня немножечко шалить трансляция хотя а как он мог бы пойти давайте подумаем вот висит ферзь да наверное cd а вот шиш нам а не движение фигуры что делаете cd cd ферзь e5 не ну там еще надо проявить высочайший класс все таки мата нет пока а а а а а а если как-то просто fg f5 и грозит конь f6 а и ферзь бьет h6 да на h6 еще ну да вот может быть из-за этого и сдался так за кем будем наблюдать ух ты а зевнула да поторопилась екатерина смотри смотри вот слон f5 и она поторопилась взять на h6 ну ну конечно то есть ладья бьет f6 и конь d5 ладья бьет f6 конь e4 g4 с идеей взять на h6 но зевнула конь g4 перевес у белых остался но он уже не такой подавляющий должен быть а может и такой же погри нет но пара фигур исчезла то есть черным было тесно ну как бы некуда было ставить фигуры вроде и сейчас некуда да f4 висит на e4 не конечно позиция черных осталась мрачной но они же все равно пока без ладьи играют да без ладьи конь на h6 тоже стоит ужасно и слон на f5 это за можно ферзь g5 можно ходить а не ферзь f4 а напасть на коня просто вот так напасть на коня напасть на d8 да выглядит очень жестко я боюсь что и ладья h6 можно ходить взяли взяли там ферзь a6 конь d5 не ну здесь просто компенсация а после ферзь g5 ну с виду сдача да и после ферзь f4 тоже на e4 висит так что может это был не зевок может это был заманил заманил такая так что-то в какой-то перешла партия гаганов фральянов f4 шаг и все все разменялось белые успели защитить на f2 наш 7 висит ну ничья да пешка e5 тоже упадет все стримы проводить отсюда ну как бы не могу это нижний тагил а так я живу в общем-то в тюмени перевозите шкаф перевести шкаф вместе со всеми книжками да нормально очень практичное решение мы давно не смотрели партию гусево сенела вот вот же она это новинка и у черных сразу отличная игра слон g4 еще один мощный ход погодите а может может стоило как-то по-другому использовать мощь этого хода может конь бьет d3 нет лучше да причем оригинально кон проставляет на церкви что слон g4 что там равно плюс или минус плюс после слон g4 равно плюс но два хода и уже ставят строчку в пользу белых да строчку в пользу белых и не говорит где налажали что висит два коня после c4 слон c4 конь c4 висит снова слон на d7 и два коня надо только правильно съесть не ну вот bc допустим висит слон висит конь ну и взяли ну и слона на d8 или или конь d4 нет слушай здесь мы может быть продешевили да можно и ладья бьет d7 можно и ферз бьет опять сейчас мы пойдем к выводу что как угодно мы играем и конь g2 еще нет конь g2 там лошадь оттуда выберется вообще а там вообще другая позиция а как сыграли так сейчас расскажу b5 так это съели ферзь a5 было ферзь a5 конь e3 что конь c4 f5 конь e3 это мы не заметили здесь король d3 конь a5 да а король e3 конь c4 шах да ну видимо как-то королем на линию f надо уходить на b5 съедят всего одна лишняя как что продешевили ну да что то конь прыгает на b2 подвисает конь e5 конь d3 пограживает партию фишер спаски предлагает пайл рассмотреть вот прямо сейчас да это жизненно необходимо нет мы не будем ладно давайте к другим партиям перейдем что-то не как у нас а потом еще пригласить участников матча к нам в студию не как не удается пока что настя добиться победы ладья d8 ферзь g5 ладья c8 ладья e6 наверное да даже какая та которая на g6 будет грозить взять мне нравился наш выигрыш наш выигрыш в Эншпле вот там еще да все что после уже как-то анализируется с трудом павел приходите на стримы чуть пораньше дарья уже говорила что ей очень нравится французская защита сегодня было две партии в честь дарьи сыграна французской защитой в одной уже черные сдались а во второй вот вот мы видим на доске вторую французскую и мне кажется что мат здесь не загорали да еще французскую исполняли те люди из-за которых мы болеем кстати про любимый дебют меня тоже по-моему Павел уже спрашивал не но я сейчас зато вот буду за Никиту Афанасьева болеть мне понравилось как он с нами общался очень очень скромный молодой человек при этом видно что сильный хорошо считает спасибо Степан нас смотрит сейчас еще несколько десятков суворовцев второго курса Санкт-Петербургского военного училища и всем зрителям они тоже передают привет да и мы вам очень рады в общем никак вот эта партия не придет к логическому завершению от многочисленных угроз с таким вот королем плохим защиты быть не должно что на ферзевом так вот взял и пошел ставить мат еще и слон на Е6 теперь подвисает правда Ж5 не грозит но Ж5 мы ФЖ слопаем и тут ферз зависит ну наверное так ходить не буду значит подготовят погоди ну давай ну как черным то сыграть расскажи Даша желательно хорошо сыграть какой ход здесь напрашивается напрашивается ход какой почему Владиму Д8 поставлю я на Е8 хочу поставить или слон Е5 может он ферзя хочет централизовать связал коня ну чтобы потом где-то конем на Е5 выскочить и у нас ферз заищен ладьей никаких коней в 6 не прилетит вот прям сейчас разве не прилетит коней в 6 ферз в 6 а господи я на Е6 хотела я его защитил а погоди коней в 6 ферз в 6 ферз в 6 и ты выигрываешь его да коней в 6 ферз в 6 ферз в 6 коней в 6 ладья Е6 конь Ж4 я по дороге на Ж4 да ладья Е7 то есть на Ж4 то отняли но вот на Б7 сейчас слабость как-то ну ладью на Б8 стоять противно а иначе съедят пешку ну и ладья в обжорном ряду тут получше у белых то есть ферз Д4 даст ты права нету и конь Е5 я думаю нету из-за Ж5 и теперь конь подвисает ФЖ не пойдешь из-за ферз бьет Е5 а как ходить ну вы спросили это может слон что в этом там все стоит как слон Д5 слон Д5 да это ферзь значит пойдет на Ф5 при случае может может кстати прямо сейчас да кто же запретит где-то хочу пойти может быть С4 и в случае размена там на H7 залезть да есть проблемы с выбором хода у черных при этом я кстати может вообще сразу можно пойти С4 там конечно так хоть какая-то слабенькая на Д3 будет пешка Б3 но мат же старше то есть бить на Е4 однозначно опасно да отступать но отступать это под конь Д6 как-то опасности вроде не меньше сейчас еще Д4 может пойду или ладья Е7 что-то боязно ну правда ладно тогда не слон Д5 а как ходить непонятно может нам зрители да может быть мы потом просто посмотрим да в самом деле тут что мы все им рассказываем могли бы сами Алина взяла она есть да ладья Е6 пошла Анастасия и взяли на Е7 ну что чем ферзем ну или ферзем или ладьей ну хочется взять ферзем то есть обоснование вот такое а тут ферзь Е1 шаг да и вот это обоснование выяснилось что никуда не годится у черных две лишних так так а что же делать можно значит если ладьей то ладьей да ладьей 8 наверное нету мы съели съели и вот матная 8 прилетел да тут ферзь Е1 нету ладьей но правда и угроз нету потому что слон G7 мы наверное не хотели хотим ой как плохо у черных а можно повздыхать и сказать ой как плохо у черных и сказать ладно все понятно пойдемте дальше сейчас как-нибудь король H2 то есть у белых 800 усиливающих ходов а у черных черные обязаны держать вот эту диагональ при этом ну допустим как-нибудь ну давай B5 пойдем вот эти кроме короля H2 надо считаться скажем со слон G7 бить на C2 почему не слон Ладья G7 и Ферзь E7 я хочу слон E5 и Ферзь F6 но все равно бить обязаны не важно слон G7 или Ладья G7 и теперь Ферзь E7 на G8 Ферзь E6 шаг на H8 Ферзь F6 и потом Ферзь E6 единственный ход на H6 ну и вот G4 и сейчас король идет потом на H4 и G5 мат очень перспективно то есть а если Ладья E8 то там как-то все подвисает G5 наверняка выигрывает но может может быть Ферзь F6 на C5 можно на C5 съели да вот так то есть ход B5 точно плохой давайте B6 пойдем чтобы на C5 не висел блин тут я может еще на A7 съем и потом Ладья G7 ну в общем позиция как была проигранной так и проигранная то есть помимо Ладья G7 можно Ладья E8 ну как бы слон G7 все равно придется Ферзя отдавать да у меня к сожалению нет столько шаг иначе он отойдет куда-нибудь Ферзь F6 и мат на G7 ну можно наверняка и Ладья G7 пойти так же как король уйти не может из-за Ферз E7 надо Ферзя сдавать ну и вот примерно то же самое король только на H6 может пойти ну и сейчас ну можно на А7 взять но проще G4 и повели короля куда-то в район поля H4 то есть Ладья E8 да но белый мат тут не намерены ставить в этой партии почему намерены ну раз не поставили ну да может быть сидят на А7 я вот к чему а да наверняка можно съесть на А7 висит на B6 на C5 то есть сейчас ферзь фигура очень мобильная и поэтому бороться с ним очень тяжело то есть здесь ферзь ловко прыгает так придорожный Ханин там придорожный Ханин а что еще еще не замотовал Семен уже уже Ух Ух ты то есть мы их покинули когда было D4 CD C4 D4 CD C4 D5 взял D5 и вот здесь был простой ход слон B4 с угрозой ладья Е2 видимо а последовало ладья Е2 сразу перевод ферзя на C6 позволял белым решить массу проблем так теперь ладья бьет B3 где-то грозит слон Е1 отрезал ладью H1 от ферзевого фланга обязательным было здесь ферз C4 укрепить коня после D6 а не столько укрепить коня сколько не пустить ферзя на C6 слон C3 тут надо было ладье на C3 ходить то есть оставить себе с защитника поле B2 а после слон C3 погоди но защитник остался конь D5 нет да остался пока в живых грозит смертельное видимо ладья бьет B3 и грозит смертельное ферз бьет D3 не менее смертельное да ну да ладья D2 охват сделал ужас и кошмар говорит Эдуард Попов что творится его дебютом да да французская защита это достаточно рискованное начало для D2 ход сделан но там же на C3 можно съесть ферзь F4 а сыграла конь бьет E4 сразу же да нельзя бить ладья бьет E4 из-за ладья D8 пошла ставить мат на H7 да что-то разгромила Екатерина Баю на FG ладья бьет G6 ну вот что значит спасти безнадежную позицию да то есть вчера спасла а сегодня разгромила то есть то же самое было у Марины Гусевой в первом туре спасла безнадежную позицию и на подъеме во второй партии очень уверенно выиграла так а кстати с Володей Федосеевым вчерашнюю партию не видели позавчера то было безнадежно против Олега да да вчерашнюю мы не видели а сегодня он очень уверен причем может быть это он уже тоже разгромил Алексей Горбунов про Яна мы тоже вспоминали и французскую защиту так что у нас у Марины Гусевой Конь С4 Слон бьет Б5 С6 Ну как-то у белых лишняя пешка да и ну не знаю ЕФ возьмут Король Ж1 слабостей нету реализация ну может быть Конь на С8 тоже ужасный у черных я думаю что позиция должна быть проигранной у Елены что-то все за кого я болею как-то играют неудачно ну-ка Лея это сделала эту ничью нет еще да увела короля на 1 и теперь ну никак невозможно никак не когда там последнее взятие было ну понятно что будет играться 200 ходов эта позиция не последнее взятие было 61 король а сейчас на доске 102 какой сейчас на доске 102 у меня 81 пока сейчас будет больше да да там отсчет что-то у меня совсем сейчас бейс с ума сходит да ждем 111 хода и фиксации давайте может вот так сделаем а потом view notation нет нет все равно сходит с ума у меня то есть 10 ходов осталось а пешка на G4 конечно да конечно ну да как ее можно двинуть отводной лодки да так ладно Смирнова Кованова все понятно оп а здесь как-то белым удалось отбиться то есть вот черные на мой взгляд совершенно напрасно да вот это провели B5 зачем как-то куда-то исчезло преимущество двух слонов сразу то есть B5 ход нормальный но на А4 может быть C5 стоило пойти чтобы где-то C4 пограживать слона на C6 вывести вот поле D4 у слона G1 отнять а вот погодите а что у меня вот ЧСБ с ума сходит а она как пошла король B7 по-моему да и после АБ ЦБ слон C5 вот эта позиция она уже более-менее приемлемая для белых должна быть если только они не теряют на G3 то есть вот если белым удастся сохранить пешку G3 то у них вполне нормальная боевая позиция кстати в ряде вариантов можно и потерять ну-ка допустим конь D5 E5 пошли можно тут уже не не фантазировать было E5 вот E5 ход неудачный то есть вот конь D5 по-моему сначала надо было сыграть в общем зря черные раздвоили пешки то есть Екатерина Гольцева очень хорошо переиграла свою противницу да грозит конь D5 E6 E7 очень хорошо играла Екатерина но увы да согласились на ничью Фральянов с Гагановым а ну там ладейный Эшпиль да мы мы расстались где-то здесь то есть белая пытались сохранить пешку E6 но не смогли и согласились на ничью молодцы да издалась Баира после сломбьет G6 или еще пару ходов сделала после сломбьет G6 она пошла конь E3 сейчас момент я ее найду или я ее выключил раньше не знаю вы говорили что там все понятно а и выключил да ну если кто-то хотел посмотреть добивание мои извинения так заходите на час бомб там все есть C6 слушай партия продлилась еще три года Катя молодец поле D5 прикрыла пешка G3 слабенькая без коня без помощи лошадей пешка E5 никуда не идет то есть все-таки у черных должно быть лучше то есть я покритиковал за вот эти размены нет у черных лучше потому что на G3 висит если пешка E5 вперед не идет то она является слабостью на нее уже напал конь достаточно близко к ней черный король то есть ну в общем у Кати отличные шансы на победу так Федосеев я думаю не подойдет и мы эту партию закроем давайте Файзрахманов Рахманов ух ты как все связали черные смотрите вроде бы изолированная пешка вроде слон А4 это слон все пешки черных стоят на поле его цвета тем не менее этот слон лучше чем слон Д1 смотрите как он ловко связал коня да и ладья его связала и на С5 теперь у белых отвалится а на пешку Д5 напасть невозможно сейчас черные поведут короля в центр в общем перевес выглядит очень большим да белые фигуры вынуждены стоять защищать коня ну вот здесь я думаю Рамиль пожалел что после коня Е6 он увел коня на Б3 вместо размена конь бьет Е6 на ФЕ Ф4 и наверное просто ничья а после конь Б3 начались вот эти связки заходы в лагерь противника реализовать все еще достаточно непросто то есть есть на что посмотреть но ясно что позиция выиграна а здесь что да видимо после Д5 просто Сергей сдался потому что все у нас ходы закончились не нашел но иначе значит бомбе их тоже больше не стало значит это мы закрываем что у нас с Максимом пошумели с Максимом Ф5 пошел Максим закончили они могли между прочим Ферз Д6 тут сыграть белое напасть на слона и выиграть пешку вместо этого Артур разменялся а и вот так вот троекратное возникло ну как бы партия скучноватая вот раньше венскую партию играли лет 150 еще 200 назад получалось как-то белым создавать атаки ну вот здесь здесь не удалось здесь да и сдался Алексей Придорожный Алексей да централизация вот превыше всего оказалась так это это не та партия вот да что он он не хочет просто показывать нужную партию вот показал такое нельзя показывать слон е1 да напали на мат на c2 напали на ферзя напали на слона на ладью и забрали на c3 потом да забрали все оставшиеся да опять ну здесь сложно было за кого-то из ребят болеть но с Алексеем я как бы дружу уже ну лет 20 наверное но чуть меньше чем 20 может быть вот так что искренне жаль что Алексей проиграл все за кого я болею выступают неудачно вот так вот может быть не надо за них болеть может быть дело в этом отличная идея болеть за других а вот я нашел партию баи значит вы нашли за кого болеть 4 слон G6 слон G7 что-то у нее все съели и она сдалась да да закончились фигуры у черных так портится меньше и меньше остается да здесь здесь немножечко по-другому оно выглядит так что у нас без пешки вот в симметричной позиции Елена Семенова король открыт ну правда напала на пешку А5 да надеется что разноцвет поможет спастись да ну а что ладья ладья Ц5 ну конь бьет Д4 я думаю на ладья Ц5 не то чтобы на Б3 напали хотя и это тоже но еще конь Е2 где-то грозим то есть на ладья Д4 точно слон Б3 надо бить на Д5 конь Б3 наверное там можно без него остаться да ладья Б5 то есть конь Б3 ладья Б5 сдались ну вроде конь Е2 есть все-таки ладейное окончание в ладейном окончании шансы на ничью всегда могут появиться то есть даже если изначально их не так много то есть а было все не так а как было а на Ц6 поменялись как ладьей как слону правда ладья 6 ряд контролирует погоди ну это вообще ничья сейчас А6 слон Б5 и начинаю ладьи менять то есть белые А6 пошли нет нет еще а вот здесь ход белых да не ну у Елены появились шансы на спасение а что у нас там она не обновилась вот это вот все было как мы и предсказывали нет поменялись С4 пошли нет поменялись да пошли С4 вот оно да ну и сейчас можно ладья ЖСи можно слон ЖСи ладья Е3 а там уже было все это ладья Е3 был ход Ферси А она не дает двигать только что давала так потому что это партия как бы это видишь С4 вот видишь же экран оно не как главная линия идет а как возможный вариант а можно это повысить а как вот правой кнопкой я щелкаю и нет здесь такой кнопки ага а там зато на ХД нарисовал ладья Е3 Ферси зашел на Е7 ну вот это партия да вот это позиция из партии ладья Е8 видимо Ферси Д6 просто да ни одного шаха нет пока угрожает Ферси Е6 Ферс бьет С8 на ладья Е8 последует Ферс Д6 и нельзя брать ладью на Е3 из-за Ферси Ф8 мат 8 мат ну и в планах белых вот ладья Е6 ладья Ф6 ладья Ф8 то есть как спастись от такого перестроения я не вижу ну только время 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 у Насти вагон целая минута у Алины кстати тоже из них осталось по минуте так Рамильф из Рахманов думает да у него тяжелейшая позиция он думает сейчас я так и Мальцевская Грифульна у меня все зависло на 81 ходе там 105 и согласились все уже согласились ну тут смотреть особо нечего ну как бы радует что вот в этой позиции вот в этой вот так вот вот в нет елки палки сколько что они ходов лишних сделали что вот в этой позиции король пошел не к пешке а неожиданно для многих он просто пошел в угол то есть нас учат централизовывать ну вот здесь слон без помощи короля справляется с удержанием пешки и важно что король ушел от него максимально далеко слон теперь не попадает нигде под вилки да очень уверенно устояла удержала изначально чуть лучше эншпиль лея так всю эту доску тоже мы закроем осталось да чуть-чуть живых партий ну что я думаю быстрее всех все-таки вот эта должна закончиться она должна закончиться пару часов назад но висит ладья и грозит ладья и6 ладья и6 ладья и8 да это я вижу так вот здесь тайм-тайм стоит но здесь здесь конечно все будет очень долго то есть черная сейчас слона на b5 поставят а белая будет искать возможность отдать ладью за слона и получить проходную то есть кстати удержать я думаю тоже достаточно нелегко пешка а6 является слабостью угроза создания отдаленной проходной в случае активизации короля да да дополнительную интригу вносит отсутствие добавления полчасового да и они сейчас будут играть достаточно быстро то есть все в цейкноте а саша саша рахманов g5 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 полезно ли черным зафиксировать пешки на полях цвета вражеского слона вопрос конечно интересный вот самая сложная задача которая сейчас стоит перед черными нужно ли играть g5 у белых смотрите какая надежда им нужно разменять пешки королевского фланга ну как можно больше и тогда шансы на ничью появятся но смотри с одной стороны слон c4 атакует пешку f7 то есть расположен здорово а с другой стороны если поставить пешку на f6 то короля в центр не вытащишь да если королем пойти на f6 то он на e5 не попадет да а если как-то действительно конь e6 конь d4 конь e6 да я думаю король g3 может здесь g5 потому что конь d4 король f4 b5 ну и вообще король e4 даже есть ход наверное ну-ка bc король d4 король f6 может быть и нету и вот здесь на f4 g5 да а f5 f5 c3 и король e5 а мы тогда к пешке f6 слушай что-то сейчас мы-то можем двигать в отличие от противников король c4 а ну да и хлопнули по затылку да а если бы король d6 было f6 и еще два часа борьбы нет нам не погибите да как-то уверене конь e6 мне в принципе нравится ход король g3 но вот белые хотят поставить пешки f4 g5 h4 чтоб на f7 при случае цепляться вот саша сильный шахматист он пошел же сразу да да ну белые сыграют король g3 то есть белым обязательно нет король g2 но это грубая ошибка то есть белым обязательно надо разменять максимум пешек потому что сейчас черные могут отдать даже пешку f7 ну и пешка g держит 1 3 а у черных еще есть запасная пешка h7 то есть вот это должно быть совершенно безнадежно для белых скажем король f6 да король f3 правильно на король e5 король e5 слон f7 b5 король e3 слон фигура неимоверно сильная может быть и так можно белым заищаться так а если не отдавать скажем конь e6 король f3 b5 да о подловили слон на d5 на слон d5 конь f4 да значит слон a2 король f6 хотим пойти король e5 а на король e4 а я думал конь f4 f4 может b4 с идеей b3 просто король d3 b3 король d5 конь f4 и собираем этот фланг то есть белым просто необходимо было разменять хотя бы по одной пешке ну вот особенно пешку h да на нее нападают и съедают черные в некоторых вариантах g5 да так а ну после король должна выиграть катя катя гольцева то есть просто две лишних пешки а правда на а7 висит не ну на а6 висит на а6 висит но брать похоже нельзя c5 просто да может а6 король да погоди может быть ты права g5 сильнее выглядит g5 коня а6 g4 да просто пошли и провели пешки или нет нет c5 мне нравится больше да и так и так король b6 и если b4 то может быть вообще ладья a7 асс ну и ладно а конь b4 ооо я так хотел поменять ладьи что все назевал все роман юрьевич устал романа юрьевича слушать не надо там еще на c6 можно пойти не конь b4 c6 c6 конь b6 а конь c5 да так c5 это это мы бредим получается да ладья a7 не забираем так а очень нас избавили от да пошли g5 катя пошла g5 фуф молодец катя все так что у нас в партии которая должна была закончиться первой 100 лет назад ой все мат поставили да так то есть вот что в ней было сыграли ладья e8 ферз d6 и отдали ферзе не ну тоже ну не может быть в такой позиции крепости и получили вот такой мат да ну в общем анастасия выиграла но на мой взгляд выиграла очень неубедительно так и у нас осталось три партии вот третья партия это это гуи вот неизвестно сколько сколько эту позицию можно играть вообще ну выглядит совершенно ничейный ладья зашла на b8 а черные с поля d5 укрепились сейчас пешка на a6 встанет вообще в любой нужный момент король у черных получше уже встала эту позицию можно играть 50 70 170 ходов одну пешечку двинули и еще 50 ходов она сегодня просто не отпустят да так g5 g5 ну совершенно абсолютно правильное решение а ну да конечно на конь b6 можно как нить просто его придержать да король b6 если конь b4 то конь никуда не вышел мы толкаем пешку ладья встанет сзади да проходная пешка нужна для того чтобы идти вперед если b4 то стоп ну можем просто перейти в коневой а можем наверное ладейный поиграть да коня пока на c5 не выпустили и ладья g7 g4 g3 да g5 отличный ход здесь партия быстро закончится здесь да b4 слушай мы это или нет король f6 было чуточку иначе играет да совсем совсем по другому рахманов но он дает белым возможность разменять пешки то есть ну как вы видели в партии мальцевская горифулина слон фигура настолько сильная что способна с пешкой b например справляться и без короля то есть сейчас обязательно белым надо пойти f4 разменяться возможно привести короля на g3 провести еще и h4 то есть в общем конь e6 по прежнему выигрывала не пуская пешку на f4 вот а после f6 f4 белые провели и эта позиция у черных с большим перевесом но скорее всего просто не выигранная да после h6 h6 да а ну все мы так не можем все да у нас все все пропало нет я знаю что сделать сейчас можно сделать черный экран технический директор тут в двух шагах находится то есть сейчас могу все закрыть и открыть заново три нужные партии одну из мужского турнира из рахманов рахманов и две из женского давайте так и сделаем давайте попробуем то есть все равно пока ничего интересного про партии мы рассказать не можем просто единственный способ так вот раз я эти партии закрыл да елки-палки все не то выделил так и вот ну-ка бац о так а здесь все человеческие да жизнь наладилась еще не наладилась я еще зрителям не показал какой я молодец вот да так что никто не поверит пока вы не покажете так давайте а я знаю как это делать вот так оп нет погоди это я никто отмена я должен был вот сюда нажать свойства оп нет свойства так 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 что ты будешь делать то сейчас технический директор чувствую придет на помощь а нет смотрите-ка Роман Юрьевич какой красавец разобрался без технического директора бурные аплодисменты да бурные аплодисменты значит все-все я все сделал значит да вот эту позицию можно возить еще 200 ходов поэтому мы ее отложим а давайте поговорим про партию Файзрахманов Рахманов очень сильный шахматист Рахманов но здорово переиграл Рамиля Файзрахманова но как бы допустил вот этот размен то есть может быть еще аккуратней ой и куда куда же ты Рамиль пошел то есть мне кажется белым надо разменять как можно больше то есть вот ход король Ф3 с идеей король Ж3 А4 и постараться поменять все а после король Д4 после размены король Д4 все-таки у черных осталось здесь две пешки и есть шансы да и король при случае может туда прибежать и все да если бы осталось по одной то слон он в одиночестве справляется с конем королем и пешкой Ж Он в одиночестве справляется с конем, королем и пешкой Б. То есть белые могли бы не бояться вести короля к одной из этих пешек. К той, рядом с которой нет черного короля. А сейчас, если белые отправили короля к пешке Б, и если черные ее начнут двигать вперед, а они рано или поздно начнут ее двигать вперед, то у белых потеряются потом пешки H3 и G4. И пешки F6 и G5 вдвоем пройдут. То есть белым необходимо на самом деле было играть G4, на мой взгляд, еще где-то вот здесь проводить G4. То есть не король G2, а король G3 ходить, проводить F4, H4. Ну и вот здесь как бы F4 они пошли правильно, и надо было вести короля назад, проводить H4. И здесь, кстати, после HG надо было вести короля назад, король F3 или король F2 и проводить H4. То есть ну надо как можно больше разменять пешек для того, чтобы шансы на ничью стали реальными. А, но всегда хочется идти вперед. Да, вот сейчас король не может пойти на Е4, и Александр Рахманов пытается проникнуть королем на F4. Так, король C3, ответ единственный, да. К нему-то надо будет вернуться на C5. То есть черным надо как-то совмещать попытку попасть королем на F4 с движением пешки B. То есть пешку B черным как-то просто необходимо запустить. Ну вот он может хочет поставить че коня через C6, коня C6, короля на Е5. У меня подозрение, что сейчас последует конь C6, король Е4, конь Е7. Хотим сыграть король C5. То есть король D4? Вернулись так. Ну пока B6. А, ну тут тоже слоном сходили, да? Ну, может, да. Короля с D4 тоже не так просто. Может быть, кстати, и это ничья. А, говорит, конь Е6 можно было пойти, и на король Е4, конь C7. Да, вот черным жизненно необходимо запустить пешку B. То есть, так они и в этой позиции могут коня перевести на C7. То есть белая, ну вообще... Только очень долго. Ну, B6 пока пошел. То есть черным спешить вообще некуда. У них есть 50 ходов вот при такой пешечной структуре. Потом можно пойти B6 и еще ходов 30 сделать перед тем, как перевести коня на C7. Конь B3, король C3, конь C6, король Е4. Да, конь сейчас встанет на Е7, потом перейдет на C7. Если бы пешки H и F были разменены, ну, была бы битая ничья. Если пешки H и G, то еще более битая. Да, конь Е7. То есть, сейчас потихоньку угадываем ходы черных. На слон C4 последует король C5. То есть, белые обязаны играть король D4. Черные аккуратненько сыграют B6. Ну, чтобы конь мог попасть на D5 и не попасть под слон G2. Слон бьет B7. И потом конь перебазируется на поле C7. То есть, после того, как пешка черных попадет на B4, у них будет уже, скорее всего, выигранная позиция. Король придет на G3. Ну, нам плейчес говорит, что хватит. Хватит, посмотрите что-нибудь еще. Ну, что еще? Катя Гольцева уверенно проводит ферзя. То есть, вот, G5, да, королем на B6 подрезала и повела пешку дальше. Так, как там было дальше? Ладья Е1, да, защитила. И провела короля. Провела короля вместо пешки. Ну, и пешка сейчас тоже пройдет. Это все не за горами. По-моему, даже с G3 выигрывает. Даша, как считаешь? Отдать кач G3. Король бьет F4 и назад. Жалко, да? Я бы не стала, да. Да, я бы, наверное, не стала. Король Е3. Отличное решение. Перешли в коневое окончание. Так же можно. Здесь уже все должно быть просто. Катя, молодец. Так, и Лена Семенова тоже молодец. Демонстрирует упорную защиту. Показала белым, что у них тоже есть слабость на G2. Не знаю. И сейчас есть линия защиты, связанная с разменом, допустим, этих пешек H и G. То есть, скажем, H4, потом G4, потом провести H3. А есть, кстати, ход, допустим, Ладья А2. То есть, теперь белые никогда не возьмут на B5. А у черных появляется идея где-то слон F1. Начать приставать к пешке G2. Да, фигуры черных-то они гораздо активнее оказались. Да, на король G1, ну не знаю, можно шахи ставить. Можно попытаться мат получить королевое поставить. Можно H4 пойти. То есть, у черных очень активные фигуры. И здесь партия клонится к ничьей. Ой-ой-ой, Александр Рахманов привел коня на H4. Ну, я говорил, что конь может здесь путешествовать сколько угодно. То есть... Можно судовку, кстати, обойти. Да, но задача черных в хорошей редакции двинуть вперед пешку. Стерамиль молодец, очень упорен в защите. Вчера упорной защитой он умудрился даже выиграть партию усиленного шахматиста у Сергея Волкова. Давайте-ка... А здесь у него нет коня. Результаты попробую проставить. А нет, отмена. Кстати, вот мы с вами какой-то турнир комментировали. Может быть, сборная России или еще что-то. А вот конь в любых руках был страшной силой. А, ну лошади, да, это такие фигуры. Да. Поэтому здесь, конечно, на стороне черных все шансы. Плевать на лишнюю пешку, у них в руках конь. Вот то же самое случилось в партии Мальцевская Гарифулина. У Александра был конь. И, несмотря на то, что я пессимистично оценивал ее перспективы белых в этом окончании, да, Да, но мы вроде обсудили, что при игре на двух флангах слон должен быть сильнее. А на деле все оказалось не так. Да, тут Александр меняет еще одну пешку. Сам. Как? Ну вот теперь ничья неизбежна. Вот ИС-5 пошел, да. Просто неизбежна ничья, потому что слон справится с пешкой Ж5. То есть, ну понятно, что надо брать... Не, ну Александр устал и потерял ни тигры. Обязательно было постоять Б6, вести коня на С7. Через поле Д5. Сейчас. Ну это просто ничья. Взяли на Ф5. Конь бьет Ф5. Ну и как-нибудь король... А, кстати, а куда ходить королем? Нет, брать надо, потому что иначе пешка встанет на Ф4. Да. Конь бьет Ф5. Король С4 нету, конь Е3. Король Е4 нету, конь Ж3. Ну, значит, король... Д3 или Д3, да? Остались. Или король С3, да? Есть ли разница? А, уже пошел король Д3. Разницы нет. То есть, сейчас белые слона переведут на Д1, на Б3. И пойдут королем к пешке Ж. То есть, позиция ничейная. В то время как у Кати Гольцевой, после размена у Ладей, еще один жесткий ход Б4, мне понравился. Зафиксировали слабость на С2 и короля на Б2, вне игры. Ну, и сейчас абсолютно любой ход выигрывает. Король Е3, ну, не знаю, можно было С5 пойти. Я бы предложила С5. Можно было пойти С5, чтобы коня на Е4 поставили. Так тоже хорошо. Потому что нет защиты от коней Е4. С3, БЦ, шаг и конь Е4. Вот. О, наконец-то, кажется, ничья нарисовалась. В партии Гусева-Семенова. Пристали к пешке Ж2. Ну, и сейчас можно напасть на пешку Б4, как мне кажется. А, там Ладья С8. На Ладью напали. Отлично. А, все, да, на Ладью напали. Да, Ладья Ф5, король Ж6. Погоди, а С4 нету, да? Ладья Ж5 и С3. Ха, как коварно. Да, ну, значит, Король Ж6. То есть, Ладьи будут разменены и ничья не за горами. То есть, Король Ж6. На Ладья Е8, Король Ж7. На Ладья С5. Ладья БЮТ С5, да? Да. Все, согласились. Еще А4, Король А5, Ж4. Да. Так, ну-ка, Король Е3, Король Ф4. Да, пешка встала на С5. Конь идет на Е4. А, так вообще, на Конь Ж1 Король Ф2 без коня. А после Конь С1, Ж3. Ну, пешка идет, да. И без ферзя. Да, Екатерина Гольцева выиграла. Я более чем уверен. А, Александру Рахманову предстоит еще отнять пешку H3. То есть, на мой взгляд, это не так-то просто сделать. А, он пытается... Да, молодец. Он пока хитрит. Пытается с пешкой B справляться. Ну, провести. Провести, конечно, неудобно. Можно дальше бежать королем куда-то к пешке H. А дальше что? Ну, да. Слон встанет куда-нибудь на С8 и будет помогать королю бороться. Король стоит перед пешкой. Оттеснить его невозможно. То есть, задача белых перебросить слона на С8. Куда-нибудь. Ну, и все, наверное. То есть, пока король B3, король C3. После хода B4 уходим на B2, чтобы король не мог встать на B4. В этом случае могут появиться шансы. Так, а что у нас здесь? Лена даже не стала бить ладью. Ну, король G6, ладья C5, слон Е4. Ну, сейчас-то попей, там ничья битая, конечно. И H4 зафиксировали слабость на G2. Или G4 разменяли, потом короля на C6. G4 тоже достаточно убедительно. На H4... Там было король F5. Король F5. Ну, и что? H4, G4. Любой ход делает ничью. Да, G4, наверное, проще всего. G4 и на H4 G3. Ну, то есть... С идеей король G4 бьет H4. И слон привязал короля к пешке G2. Да нет, так просто мы не расстанемся с ним. Слон C6, да. Так, все, сдалась Алиса Нурмухаметова. Да, тут нас спрашивают в чате будет турнир претендентов в Екатеринбурге или нет. Ася, мы надеемся, что будет. Нет, там просто обсуждают Екатеринбург или Тбилиси. Это я знаю, да, что вроде запасной вариант в Тбилиси, но я надеюсь, что будет в Екатеринбурге, потому что в этом случае хоть на один тур я вырвусь. То есть где-нибудь будут выходные, я просто съезжу и попробую провести там стрим какой-нибудь из... Можно будет съесть, постоять у дверей, наверное, вряд ли кого-то будет пускать. Съездить и поздороваться, да, с участниками. Нет, поздороваться не разрешат. Так, вот эту мы закрываем, у нас осталось две парки. Контакты с внешним миром будут очень сильно ограничены. Погодите, я не понял, Фейзракманов отдал пешку просто, вот так запаниковал, отдал пешку. Отдал слона. Ой, отдал слона за пешку. Что это? А делает ли он ничью? Король Е5? Может быть делает. Король вперед. Король Ф6. Конь Ф3. Король Ф5. Подошли, защитили. Король Ж4. Король Е4. Король Ж3. Конь Е5 и сдались. Аж 4, Ж4 и король в квадрате. Так погодите. Так просто проигрывает. Вот это да, вот это да. То есть, ну, вроде ничейный Эншпиль. Слон сильная фигура. Чего ж ты его отдал-то, а, Рамиль? Так упорно защищался. И вдруг на. Ну, просто подарок, что, ну, король идет просто. Король С4. Или король С3 может быть. Король С3, чтобы на король Е4, король С4. Отпозиция. Надо держать оппозицию. Да. Король С3, король Ф6, конь Ф3. И... Ну, и здесь не обязательно. Не важно, куда я конем пойду. Да уж. Что ж ты... Что ж ты, Рамиль, сделал-то, да? Теперь после король Е4, король С4 черные обходят. Да, король С3 последовало. И Александр Рахманов вымучил этот Эншпиль. Тем временем Гусева с Семеновой неожиданно согласились на ничью. То есть, Ж4, король Е4. Ну, я думаю, что вот здесь Марина сыграла Ж3 и предложила ничью. Ну, что Елену с упорной защитой, то есть, с успехом упорно проведенной защитой можно поздравить. Ну, а Марине чуть-чуть посочувствовать все-таки. Вот в этот момент ладья С5. Вот в этот ладья С5 вместо конь бьет С6 практически выигрывала партию. Ну, понятно, что четырехладейный еще здесь нужно реализовывать и реализовывать. Но это явно проще, чем разноцвет. В разноцвете у белых, конечно, получше за счет лишней пешки, но она даже не проходная. Так, ну и тем временем у нас осталась последняя партия. И здесь черные неожиданно выигрывают. То есть, белые вот в этой позиции вместо простого король Б3. Они с очень, на мой взгляд, несложной ничьей взяли и избавились от собственного слона. Ну, помутнение. То есть, я уверен, что просто не нашел возможности обхода при ограниченном времени. Компенсация за вчерашний результат. Рамиль Файзрахманов. Карма. Алексей Горбунов. Мышка не виновата. Все-таки это играется в живую турнир. То есть, здесь... Было бы интересно, если некоторые приходили по привычке с мышками. Да, здесь все-таки никаких мышек. Да, и что, можно, наверное, подводить тогда итоги дня сегодняшнего? Да, можно. Да, чем нас сегодня порадовали? Значит, партия лидеров завершилась в ничью. Гаганов, Пральянов сыграли в ничью. На втором столе, вот, мы видим, как побеждает Александр Рахманов. Далее, Владимир Федосеев выиграл у Ильи Ильвишенко. Никита Афанасьев обыграл Павла Панкратова и пришел нам рассказал о своей победе. За что ему огромное спасибо. Дмитрий Кокарев выиграл у Сергея Лобанова. Семен Ханин у Алексея Придорожного. И Артур Габриэльян с Максимом Чигаем сыграли в ничью. В женской части турнира. На первом столе Анастасия Боднарук обыграла Алину Бивол и стала единоличным лидером. С стопроцентным результатом. Лена Семенова упорно отзащищалась. В партии против Марины Гусевой сыграли они в ничью. Также в ничью завершилась партия Мальцевская-Горихулина. Екатерина Смирнова обыграла Баиру Кованову. И Екатерина Гольцева была сильнее Алисы Нурмухаметовой. Айзер Мерзуев спрашивает, что на сегодня ситуация сложная с пандемией. Я так скажу, у меня большое подозрение, что дело не в ситуации с пандемией, а с тем, что спортивным чиновникам в ноябре приятнее находиться в Тбилиси, чем в Екатеринбурге. То есть, скорее всего... И вообще мне не нравится ситуация, связанная... Я уже объяснял на стриме с Аркадием по поводу онлайн-олимпиады. То есть, ну, мне кажется, решения принимаются против... Ну, против России. То есть, с чем связано, не знаю. Была бы возможность провести в Индии, провели бы в Индии. То есть, если бы Индия подала заявку... То есть... В Индии сейчас просто вторая по... Не, ну, я боюсь, что в Индию в связи со сложностью кухни многие бы из участников не захотели. А вот в Грузию могут и захотеть. Почему нет? То есть, ну, я надеюсь, что все-таки проведут в России. Но я более чем уверен, что если не в России, то пандемия никоим образом здесь... Ну, это... Просто, ну, какие-то слова, в общем, что... Ой, пандемия, ой, ужас. Ой, страшный коронавирус в Екатеринбурге накинется на участников. То есть, исключительно... Ну, я других объяснений не вижу, потому что... На той же онлайн-олимпиаде решение строго противоположное тому, которое только что было вынесено. Это-то вообще маразм. И здесь, если, короче, не в Екатеринбурге, значит, по не шахматным причинам и не зависящим от пандемии. Ну, могут еще сделать вид, что, например, какая-то сложность с пересечением российской границы для некоторых участников. А вот в Грузию, ну, нормально. Туда всех пускают. Могут сделать так. Ну да, вид-то можно сделать какой угодно, да. Мне еще понравилось, что вчера играли в «Что, где, когда» на шахматную тематику. Как раз ведущий Борис Белозеров с Александром Костенек. Евгений Танашевский отвечал за... Представлял интересы знатоков. А я не помню, что за интересы зрителей. Да, и вот вчера играла команда чиновников из «Фиде». Удивительно, невероятно, но игра закончилась в ничью. Пять с половиной на пять с половиной. Да, забавно. Я ее не смотрела, посмотрела только самое начало. Но просто сам факт того, что и здесь ничья, и вашим, и нашим, меня изрядно позабавил. Так, ну, посмотри, может быть, сдался уже. Может, тут просто трансляция закончилась. А, я думала, мы закончили. Да, да-да, там было сделано еще парочка ходов. Какие? Король Ф5. Король Ф5, король Д3. Король Ж4, король Е2. Ой, король Е3, король Е3, поправляю. Как король Е3? Король Е4 же жестче. Король Ж... О, знаете. Король... А, так, подождите, король Ж4, король Е4. Конечно. Да, все, это я вот. Король Ж3. Король Ж3, король Е3. Король Ж4, король Ф2. И сдались. Да, ну, искренне сочувствуем Рамилю Фейзрахманову. Ну, и также искренне поздравляем Александра Рахманова, который вышел на чистое первое место, да, по-моему? Нет? Нет. А, нет, он же на полочка отставал. И в мужском турнире нет единоличного лидера. То есть, если у женщины Анастасия бодна рук, то у мужчин длинная дележка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, семь как минимум, и мы еще не знаем результаты с восьмого по двенадцатой столы. Александр спрашивает, что за новшества с рейтингом на Ческоме. Вы знаете, я пока не знаком с новшествами с рейтингом на Ческоме, потому что последние три титульных вторника я пропустил. И, в общем-то, не знаю, что там. А что там за новшества? Может, вы нам расскажете? Да, я тоже сто лет там не была. У меня было желание во вторник сыграть, но, не знаю, получится как бы не проспать. То есть, пару недель назад у меня было такое, что я проспал просто. Лег отдохнуть перед турниром. И заотдыхали. Да, и проснулся там уже через пятнадцать минут после старта. А, так это еще можно было. Да, нам. Ну, все, не рассказывают нам. Не рассказывают, да. Ну, тогда ладно. Тогда мы со всеми попрощаемся и ждем вас завтра. Радует, что... Завтра приходите, завтра расскажите. Радует, что к нам начали приходить гости. Расстраивает, что результаты немножко не те, которые мне бы хотелось видеть. Да, но не все от нас зависит. Мы тут помогаем как можно. Да, но плакать мы не будем. Все, всем до свидания. И вам не советуем. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова